Ассоциация Родительских Комитетов и Сообществ Русская Православная Церковь Движение «Суть времени» и другие патриотические силы Проведут 15 мая в 18 часов 00 минут В Москве на Пушкинской площади Собрание граждан против наступления ювенальной юстиции Это очень острая и очень больная тема Ювенальная юстиция как часть либеральной стратегии Грозит нашим детям катастрофическими последствиями Грозит всем нам, нашему будущему Мы должны остановить это наступление ювенальной юстиции И ради этого проводится собрание граждан на Пушкинской площади 15 мая в 18.00 Собранием, а не митингом Это называется потому, что в число собирающих это собрание сил Входит Русская Православная Церковь А Русская Православная Церковь митингов не проводит Она проводит собрать И из уважения к ней мы это и называем собранием Речь идет о собрании, на котором будут, я надеюсь, тысячи людей Я еще и еще раз прошу тех, кто входит в суть времени Прийти на это собрание И поддержать Патриотический протест Который этим собранием и начинает по существу оформляться Это первый небольшой шаг в оформлении подобного протеста Те, кто не могут прийти ехать в Москву А я совершенно не зову людей из других городов Приезжать на это собрание в Москву Могут присоединиться к родительским комитетам в других городах России Ювенальная юстиция Многие другие стратегические вопросы Являются Краеугольными камнями В здании патриотического протеста В здании левопатриотической оппозиции Которую мы только начинаем формировать Мы могли бы ее сформировать гораздо раньше Если бы не странное поведение КПРФ Не увлечение Болотна и Сахарова И не то, что наши противники лихорадочно стали формировать Леволиберальную оппозицию Как некого стратегического противника оппозиции Левопатриотической И говорить при этом они стали доказывать всем Ахинею по поводу того Что левой патриотической оппозиции вообще не будет Что ее место займет некая сервильность Что все, кто были на поклонной горе Начнут расшаркиваться перед властью Что движение «Суть времени» Это вообще времянка, которую я начну распускать Сразу же после того, как пройдут выборы И так далее Всю эту ахинею они несли, несли и несли И многие развесили уши Что теперь? Теперь обнаруживается, что леволиберальное движение Перешло в определенную новую фазу Которую мы будем разбирать в конце данной передачи Что от него уже многие отшатываются По самым разным причинам И что если в стране не будет Левопатриотической оппозиции То действительно мы можем довольно быстро Покатиться под откос Конечно, даже наличие левопатриотической оппозиции На данном этапе сможет только сдержать скорость С которой мы будем катиться под откос Не надо питать никаких иллюзий Но это очень важно С какой скоростью это будет происходить Мы должны сначала сдерживать Либеральное наступление Сдерживать его и сдерживать А наступит ключевой момент Когда мы переломим это наступление И возможно еще до полного краха страны Сможем стратегически повернуть процессы В другом направлении Шансов на это не так много Я всегда говорил, что эти шансы Не превышают 10% Но у нас было совсем мало шансов Дать отпор либеральному Блицкригу Который начался на Болотной Но мы же дали ему отпор Причем дали такой отпор Что все эти силы до сих пор Визжат Самым непотребным образом Как по нашему поводу Так и вообще Теперь нам предстоит решать Гораздо более серьезную задачу Потому что И все, кто слушали переграммы Суть времени Все, кто знают мою позицию вообще Понимают, что я ничего нового не говорю В тот момент, когда Констатирую Что никогда Никаких иллюзий По поводу Политического курса Владимира Путина Я не питал В передаче Школа Сути В первой части Четвертой передачи Я еще раз подробно объяснил Почему я их не питал Потому что я всегда знал Что это матрица Что эта матрица Хочет некой модернизации Вхождения в Запад Что дело это обреченное Что в связи с тем Что она обреченная Даже этот курс Которому я До крайности Не симпатизирую Будет пробуксовывать Пробуксовывать и пробуксовывать А когда он начнет пробуксовывать Начнет разваливаться все И политическая система И классы На которых эта система Опирается И страна И это всегда рисовал Виде вот этой Кривой Сначала При Горбачеве и Ельцине Все быстро Летело под уклоном Потом начал лететь Путин сдержал Скорость падения Склон стал Не таким крутым А пологим Его попытались Снова сделать Более крутым На Болотное и Сахарова Это удалось Выправить на поклон И он снова стал пологим И все это Движется В строго Определенном направлении Я даже год называл 2017 Когда это движение Придет К абсолютному Ущерпанию За которым Крах страны Я что сейчас сказал Я это сказал давно А еще раньше Я называл Все происходящее Все движущееся По этой кривой Ликвид кома Это не значит Что нужно было Продолжать Ельцинское движение И покончить Со страной В 2001 Это не значит Что нужно было Сорвать все это В пике Как предлагала Болотная и Сахарова И покончить Со страной В 2012 Надо собирать силы И постараться Либо повернуть Раньше Чем наступит 2017 Год Либо где-то Здесь Пытаться Собирать Страну В условиях Полномасштабной Катастрофы Но никаких Иллюзий По поводу Того Что Пойдет уж Музыка не та Запляшет лес И горы Никаких Иллюзий По поводу Того Что Путин Повернет В патриотическую Сторону У меня Не было Я много Раз Объяснял Почему Не может Быть По этому Вопросу Никаких Иллюзий Потому что Нельзя Имея за плечами Очень серьезный Аппарат Политического Анализа Как марксистский Так и другой Зациклится На Лидерстве На фигуре Лидера Абсолютизировав Неожиданно Роль личности В истории Да И Не ощутить Что За Лидером Есть Институты Что На них Лидер Опирается А Сами Эти Институты Опираются На Какие-то Базовые Группы И Наконец На Класс Поскольку Этот Класс Криминально Гуржуазный И Никаким Другим Он Быть Не Мог В Условиях Когда Была Провозглашена Стратегия Ускоренного Построения Капитализма В Стране Где Не Бывало Легального Первоначального Накопления То Проблема Здесь В Классе А Не В Базовых Группах Влияния Не В Институтах И Не В Лидере Можно Сколько Угодно Перебирать Лидеров Ельцин Нравился Потом Перестал Нравиться Потом Понравились Там Я не знаю Там Какое-то Время Скоков Потом Сосковец Потом Лебедь Надеялись На Черномырди Но еще Бог знает На кого Наконец Появился Путин Все пришли Неописуемый Восторг Теперь Вместо Этого Восторга Занимает Усталость Ярость И все Прочее И надежда На то Что появится Еще Какой-то Лидер Какой Лидер Не Появится Если Класс Остается Криминально Буржуазным Если На этот Класс Будут Опираться Строго Определенные Базовые Группы Сами Эти Бразовые Группы Формировать Институты Хоть Парламентские Хоть Президентские Хоть Какие Этот Лидер Будет Полным Заложником Того Что Находится Ниже Ниже Это Азы Политической Теории Что Это За Развлечение Охота За Лидерами В Моем Недоумении По Повтору Этого Детского Инфантильного Развлечения Которым Занимаются Уже Много Месяцев Нет Никакой Апологии Путина Я Просто Говорю Что Это Все В целом Постыдно Для взрослых Людей Живущих 21 веке Имеющий За своими Плечами Не только Маркса Или не знаю Франкфуртскую Школу Но и Петерима Сорокина Креативный Квас Трам-тарарам Пошевели Извилиными Почеши Репу И Перестань Валять Дурака Если Ты Любимый Наш Креатив Хочешь Просто Своей Долей В грабеже То так Скажи честно А если Ты хочешь Чего-то Другого Посмотри На картинку Дай Какие-то Определения Но невозможно Уже Полгода Болтать Ни о чем Скажи Честно Что Имеет Место Непрекращающееся Первоначальное Накопление Что есть Вот это Криминальное Ложие Общаковое Или какого угодно Из которого Вылезают Некие Буржуазные Полипы Что если Вот так Не перерезать Эти их шейки То не будет Даже вообще Капиталиста А если Здесь Не создать Рамку Неких Правил Национальных Государственных И прочих То не будет Класса И не будет Государства А все Это превратится В Как быстро Растущую Опухоль Которая Все Сожрет Но признать Это Необходимо Из этого Можно делать Разные Выводы Но кто-то Пусть скажет Что Он Бюро И хочет Бороться С первоначальным Накоплением Капитала В стране И пусть Расскажет Как он Это будет Делать Сугубо Демократическим Путем С опорой На международные Силы Которым Это В высшей Степени Не нужно И которым Очень нравится Как именно Это Крепинальный Опухоль Поедает Ненавистную Страну Ненавистную Народу И пусть Он расскажет Как он Это будет Делать Мы же Говорим Что Капитализм Проигран В России Да и В мире Тоже Он Потерял Легитимность Так любите Слово Легитимность Все Креативщики Он потерял Легитимность Ибо нет Проекта Исторического Проекта Нет Проекта Модерн В рамках Которого Он имел Легитимность А теперь Он эту Легитимность Потерял Он потерял Консенсусную Рамку Поэтому Республиканцы И демократы Ликуты Авода Консервативные Социалистические Силы Грызутся Так как им Не положено Грызться В условиях Национального Консенсуса Это другая Фаза войны Одни из них Перешли в Постмодерн Так называемые Левые А другие Уже Отползают В контрмодерн Или цепляются За остатки Модерна И в этом Если хотите Есть часть Трагедии Путина И часть Трагедии Нашей страны А также Мировой Трагедии Ну какие-то Параметры Трагедии Надо назвать О чем-то Серьезном Надо поговорить Ведь действительно Пахнет Большой бедой Ведь все Видят Что Волочет В сторону Этой беды Так что Это все За детский Лепет По поводу Того Нравится Тот Тот На кого Не слишком Слишком Симпатичное Слово Ну да ладно Такие пункты Вот как будто Инопланетяне прилетели И создали Такие Терминалы С которых Надо вывозить Все Вывозить И вывозить Вот вокруг Этих пунктов Идет какая-то Жизнь Вывоз Надо организовать Вам нужны Какие-нибудь Кафешки Какие-то Дядечки И тетечки Которые будут Участвовать В этом вывозе И помогать Вывозить Им надо Денежку платить Потому что Иначе они Шевелиться Совсем перестанут Ну вот это Все вместе И есть Вот эта Так называемая Креативная Штучка Которая Говорит об одном Что ей Отказали В доле В доле В доле Воруют И не делятся Воруют И не делятся А мы требуем Чтобы поделились Вот и все На все остальное Население Которое От этого Всего Полностью Отодвинуто И Живет В нищете И в ужасе Понимает Что На завтра Жизнь прекратится И что это Произойдет Очень скоро И что Некуда вывозить Детей И некуда Ехать самим На все это Население Креативщикам Наплевать В этом Суть Нашего времени Значит Надежда На этот Пласт Нулевая Надеяться Надо На что-то Другое На что Именно Опять-таки Я много Об этом Говорил В сути Времени Хотите Просмотрите Эти Телевизионные Передачи Не хотите Их просматривать Скоро выйдет Книжка Ее можно Будет Прочитать И можно Будет Еще раз Понять Что к чему Но Это Суть Вопроса Говорил Когда-то Герой Твардовского В том-то Брат И суть И суть Вопроса Что Темна Для Простаков Это Надо Перестать Быть Простаками Взять В голову В руки И посмотреть На эту Картинку Посмотреть На нее Еще раз Понять Что Вот В ней То И есть Хана Поскольку Я К этой Картинке Отношусь Серьезно И К Вот Этой Картинке Тоже Отношусь Более Чем Серьезно То Я Никогда Никаким Красным Путинистом Не Был Я С удовольствием Им Стал Если Б Запахло Вот Этим Восходящим Движением Но Поскольку Пахнет Всего Лишь Этим То Зачем Нам Становиться Зачем Входить В Эту Систему Это Я Морально Если Тебе Чужды Ее Ценности Ее Критерии Ее Цели Полагания И Бесперспективно Потому Что Если Она Завалится Чего Тебе В В Лесть Другое Дело Что Есть Абсолютный Полис Политической Борьбы Это Антисоветские Антинациональные Либералы Которые Порвали На части Советский Союз Советское Общество Опять-таки Первые Части Школы Сути Выпуск Четвертый Я Еще Раз Говорил Что Они Торвали На части Все Это Будучи Спущенными С определенной Цепи Будучи Вскормленными Для того Чтобы Все Порвать Нарвали Это они Коллективный Сванин Зарвал И все И же с ним Немцов Шандерович Каспаров Касьянов И не только Рвали Живую ткань Общественных Ценностей Смыслов Нравственности И всего прочего Но еще Живую Ткань Государства Страны Народ Который Так Расправляется Со своей Историей Обречен На то Чтобы Терять Территорию И терять Право На жизнь А они Именно так И расправлялись Поэтому Всему этому Надо было Дать бой Сначала По телевидению А потом На площадях И мне Совершенно Не нужно Было Сверять Часы с Путиным Для того Чтобы давать Этот бой Более того Если бы Путин Бой не давал И давал бы Его сам Если Путин Завтра Откажется Его давать Это не значит Что я откажусь Это для меня Враг И когда К этому Врагу Стали Причаливать По плечению Его временной И кажущейся Успешности Разного рода Левые Как Антинациональные Там Ротфронт И прочее Так и те Кичились Своим Патриотизмом КПРФ И другие И этот Весь спектр Сюда Выстроился Стало По-настоящему Противное На Высоком Таком Экзистенциальном Уровне И тогда Стало ясно Что сформировать Левопатриотическую Оппозицию Необходимо Необходимо Дать бой Необходимо Победить Необходимо Далее Выстоять И никуда Занятой Позиции Не Отступать Не идти Вложники Следом За Путиным Не Как бы Ликовать По поводу Его победы А стоять Точно На тех Позициях Которые Ты заявил Что и было Сделано Я Говорю Об этом Снова И снова Потому что Поклонная Гора Это не мелочь Это Фундамент На котором Мы Будем Строить Левопатриотическое Движение Вам это Не нравится Уходите Влеволиберальные Вы пытаетесь Кого-то Стыдить По поводу Поклонной Мы считаем Что болотной Такой позор Такой Стыд Что дальше Некуда Что касается Поклонной То я горжусь Тем что я там был Горжусь тем что удалось Там дать бой И победить Вот этого Либерального Врага Но Именно В этом Был Смысл Прихода На Поклонную Именно В этом Был смысл Антиоранжевого Комитета Он был создан Он решил Свою задачу А дальше Наступает Абсолютно Новый этап И этот Этап Открывается 15 мая Собранием На Пушкинской площади Это только Первая Маленькая Акция В рамках Того Что мы Немечаем Иногда Серьезные Стратегические Вопросы Лучше обсуждать В диалоге С теми Кто выражает Какую-то Там Странную Точку Зрения А Полемика Это вообще Очень Интересный Способ Углубления Своего понимания Сути Поэтому Я Зачитываю Сейчас Выступление Дмитриева Якушева Клуб 7 ноября Почему Красные Путинисты Одевают Белые Ленточки Якушев Выступил С этим Размышлением 10 мая И вот Что он Пишет Перед выборами У клуба 7 ноября Была попытка Сотрудничать С Кургиняном И его Сутью Времени Я тогда Писал Что Кургинян В неком смысле Реализовал Красный Путинизм Я надеюсь Что теперь Понятно Почему я Еще раз И еще раз Говорил о том Что никакого Отношения К красному Путинизму Мы не имеем Что Якушев Как бы Принял Слона За Корову И сказал Поскольку это корова То я буду Определенным образом Доить молоко А слон Не доится Он не корова Это такая Аналитическая ошибка С политическими Последствиями Ведь красный Путинизм Пишет Якушев Всегда исходилось С того Что во власти С подачей Путина Появилась Фракция Патриотов Государственников Которым Будь они до конца Последовательны Придется поворачивать Влево Выразителем Этой фракции Являлся Координат Чушь собачья Никогда не являлся Выразителем Этой фракции Я Размышлял И буду продолжать Размышлять По поводу того Как определенную Группу Группу и буду рисовать И рано или поздно Придется признать Что именно она Справедлива И наконец Выдвигал определенную Теоретическую модель Определенную Теоретическую модель И все время Недоумевал Почему вообще Никакой другой Альтернативной Модели нет А есть Жалкий Лепет Либо По поводу Чудовищных свойств Конкретного человека Либо по поводу Каких там Креативных классов Средних классов Растерженных горожан И каких-то Пожеланий Идиотских Чтобы у нас Стали там Независимые А потому честные Суды И так далее И тому подобное Итак Красный путинизм Исходил из того Что во власти С подачи Путина Появилась фракция И ей придется Налево И вот это Был Курдинян Увы Говорит Яковлев Сотрудничество Показало Что это и так И не так Одновременно Фракция Патриотов Государственников Вполне Впрочем Одуревшая От возможностей Номенклатурного Капитализма К самостоятельным Действиям Оказалось Не готово Эти парни Сделали ставку На Путина Он их поблагодарил Заплатил штраф Тысячу рублей За слишком большой Митинг на поклонный А победив На выборах Сразу же принялся За демонтаж Государственно-патриотического Блока Вот кто делал Ставку На то Что Путин Повернет влево В результате Поклонной горы Тот клинический Идиот Клинический Конкуренция С этим Идиотизмом Состоит Только вот В этом рассуждении Парни сделали Ставку Поблагодарил Кинул Бенни Парни Не ставку Делали На Сталина Они с Гитлером Воевали Потому что Он для них Был абсолютно врагом Все А это логика Абсолютного врага Логика Каких-то Фундаментальных Ценностей Логика Интересов страны Она абсолютно чужда И вот этот текст Это есть классический Текст Мелкого аппаратчика Страшно То что Что Вот это Мелкоаппаратное Сознание Оказывается Как бы Вирусом Который Внедряется В Кокассальное Количество Так Политических Особей Что Они все Начинают Рассуждать На этой Мелкой Бессмысленной Глупой Фене Уже Точно Известно Что В новом Правительстве Не будет Игоря Сечина О ужас Ну просто Сейчас Вот я Веревку Срочно Начну Мылить Потому что Сечина Не будет Во-первых Точно Известно При Путине Никогда Ничто И ничему Быть не может Тем более Якошева Не может Он кто Глава Администрации Который Делится С этими Соображениями Он Как бы Находится В глубоком Оф-оф Есть Бродвей Оф-Бродвей И оф-оф-Бродвей Так вот он Оф-оф-оф Но ему уже Точно Известно Кто где Не будет И что Не будет Сечина Пройти Ну будут Рыдать Там Те Кто с этим Сечином Были связаны И что Дальше Не будет Его И в администрации Президента Боже Мой Боже Мой Господин Сечин Получит Место Вероятно В совете Директоров Роснефти Это кто Говорит Это Говорит Представитель Как бы Такого Левого Политического Андеграунда Или работник Администрации Работники Администрации Так не говорят Потому что Они понимают Что все Непредсказуемо А представители Левого Андеграунда Какая им Разница Будет там Где-то Сечин Не будет Соответственно Пропала И голова Кургиняна Куда пропала Откуда пропала Создали себе Идиотскую Ложную Схему Согласно Которой Путин Государственный Патриотический Блок Соорудили Кургиня Никто Никого Не сооружал Сами Попали В капкан Идиотских Заблуждений И дальше Накручивают На них Умозаключения Одно Глупее Другого И в итоге Приходят В совершенно Непонятную Точку Сами Никто Никакую Голова Не сооружал И к путинскому Телу Не представлял Два Полик И все Понимают Что смешно Потому что Если люди Сами Не вкалывают Если у этих Людей Нет Работоспособности Творческой Одержимости Таланта Веры Подлинности Прошу Прощения И всего Остального То Ничего Никогда И не Происходит А вот Когда это Все Есть Нужно Чтобы Это Вошло В определенной Резонанс С теми Или иными Групповыми Элитными Интересами Это Вошло В резонанс Обычно Не с группой Сечина А с Либеральным Крылом Кремля Если Говорить На языке Передачи Школа Сути Четыре Часть Первая То С той Матрицей Которая Решила Что Россию Будут Вводить В Европу По частям С ней С этой Матрицей Это Вошло В резонанс По простому Смыслу Что Кургинян Так Все Здорово Делает Что Можно Будет Накачать Определенные Энергии Зюганова А потом Взять Этого Зюганова Пристегнуть Карлу, Касьянову И другим И Осуществить Деструкцию В полном Масштабе Когда Кургинян Вместо того Чтобы Передать Эту всю Энергию Зюганову Долго Сначала Убеждал Зюганова Не делать Глупости И не Лезть В оранжевый Капкан А потом Взял Эту Энергию И включил Ее Совершенно Другим Способом Возникла Дикая Ярость Вот И Все Как Только Место Этой Картина Занимает Такая Фантазия На тему О том Кто кого Сделал Куда Поставил Как Двинул Кто чей Проект То После Этого Одна Дурь Наматывается На другую Мы Сейчас Проследим Как И Кончается Это Все Абсолютным Человеческим Фиаско Сначала Из тела Путинского Бонапартизма Повинуясь Действием Тайных Пружин Эта Голова Кургиняна Вылезла Затем Со скрежетом Ползла Обратно И пропала Бонапартизм Отказался От левого Поворота В пользу Неолиберального Проекта Путин 2.0 Но Если Путин Переходит На сторону Неолиберализма Что для него Есть политическое Сумоубийство То Будучи Последовательными Вчерашние Красные Путинисты Переходят Жесткую оппозицию Почему Красные Путинисты Одевают Белые Ленточки То есть Хотели Запродаться Путину И решили Что Путин Натурально Завтра Станет Марксистом Он не стал Теперь несут Какую-то хрень Что он пойдет В сторону Неолиберализма Что для него Самоубийство Чего ему Самоубийством Заниматься Похож На человека Который Хочет Заниматься Самоубийством Вроде Нет Но Накрутили Себя Фантазиями Идиотскими Подменили Этими Идиотскими Фантазиями Реальный Политический Анализ И в итоге Пришли К чему К необходимости Продаваться Путину А потом Оказалось Что если Ты ему не продался И он еще Цену ту не заплатил То он и резистка И надо продаваться Кому Навальному Что не такая логика Пожалуйста В июле 2011 Клуб 7 ноября Присоединился К общероссийскому Народному фронту ОНФ Путина 5 июля 2011 Года Забить В жилом Журнале Якушева Решение о присоединении К общероссийскому Народному фронту ОНФ Принято Группой Товарищей Из числа Основателей Клуба Полагаю Что данное решение Не вызовет протеста Среди тех Кто связывает себя С клубом Мы уже несколько лет Говорим и пишем О необходимости Создания Широкого Антикомпродорского Фронта И сейчас С нашей стороны Было бы странно Остаться в стороне От идущего процесса К тому же Наш клуб Всегда ассоциировался С красным путинизмом А значит Кому как не нам Занять место На левом фланге ОНФ Ну вот и идиоты Идиоты Что заняли это место Еще что-то Какую-то По этому поводу Охимею Писали Мы прекрасно понимаем Все возможные Сдержки нашего решения Мы даем себе отчет В том Какие общественные Классовые силы Стоят у руля фронта Но фронт Это всегда компромисс Сегодня нужно иметь Возможность Выстроить против Рвущихся к власти Наиболее реакционных Фракций капитала Нужно вступать в фронт Свои негативные Отношения к фронту Уже высказали Дворкович Юргенс Прохоров Для нас же Негативное мнение Господ Является лучшей рекомендацией Ну и что Клуб 7 ноября Присоединился К Российскому народному фронту И залетел Совершенно логично Залетел Потому что Конечно же Конечно же После того Как Владимир Владимирович Отбил атаку Либералов И показал им Что им не удастся Либералам Его сковырнуть Начался новый этап Он вступил с ними В переговоры А в этих переговорах Естественно Он первое что сдает Это красный путинист Так вы имеете Мужество Заявить о том Что вы не красные путинисты А вы Лево Патриотическая Оппозиция Что вы Оформляете Протест В соответствии Совершенно другой Своей Повесткой дня Что у вас Совершенно другие Претензии Что вы иначе Видите национальные Интересы И тогда Вы не залетите Вы имеете Мужество Быть самими Собой Имейте Мужество Следовать Определенным Ценностям Имейте Мужество Реализовывать В политике Не свои Дурацкие Бредни А что-то Нутряное Рвущееся Изнутри Подлинное Смысловое Экзистенциальное Не побоюсь этого слова Метафизического И тогда вы не залетите И жить будет легче И жизнь будет Совершенно другой Сейчас есть Три группы Людей Основные Которые Дико Бесятся На Суть времени И на Меня Как лидера Этого движения Первая группа Это либеральная Понятно Просто врезали Им так Как никогда В жизни В 91-м году Видя Распад СССР И Казня себя Всячески За то Что он Понадеялся На КПСС На то Что она Даст отпор Вот этой Либеральной Мутной Сволочи Которая Клубилась На площадях В августе 91-го года Я поклялся Что если еще Когда-нибудь Это один раз Случится То я у окон Стоять не буду Буду на площади И буду реально Давать отпор И в том Что я выполнил Эту клятву Я давал ее Как бы Мертвым Живым Всем Кому только мог Да Такое счастье Такая Полнота Внутреннее Существование Это Неких Эквивалентов Не имеет Материальных Там Карьерных Никаких других Всегда знал Что нужно Для карьеры Нужно Отказаться От книги Пост Перестройка И все Будет в порядке Рисовал Много раз Действующая Политическая Система Строится На антисоветском Антикоммунистическом Консенсусе И все Кто Настойчиво Существует Существует Своё здание Своё здание Своё здание Свои смыслы Свои орг структуры Осуществлять Свои формы Последовательные Своё здание Своё здание Своё здание Своё здание Своё здание Премьер Министра Медведева Аппарата правительства, в который, конечно, Путин будет помещать все, что только можно, но который, тем не менее, находится применением. Олигархии, либерально-компродорской. Думских фракций, интеллигенции, укорененной, вот такое хорошее слово, в СМИ и прежде всего на телевидении. И-У-ЛИ-ЦИ. И вот все, если Путин это сила номер один, то все это вместе есть огромная сила номер два. И абсолютно она не считает, что она потерпела какое-нибудь поражение. Она оформилась. Оформилась. И если бы Путин сейчас начал с ней расправляться, вместо того, чтобы идти на компромисс, была бы непоправимая политическая ошибка. Естественно, он сдает все, что является силой номер три. Их будет сдавать. И вот здесь готов дружить, ну просто страстно. Но только вот эта сила, оформившаяся до конца, она на этого Путина прыгнет. Она на него прыгнет. Не он с ней что-нибудь будет делать, она на него прыгнет. Потому что этого захотят западные хозяева. И она прыгнет вся. Как только к улице подключатся еще какие-нибудь, так сказать, энергии социального протеста, который сама же эта система и вызовет своими действиями, она прыгнет. И тогда возникнет вопрос, будет ли Путин отбиваться. Либо его сметут, что вполне возможно. И тогда вот здесь начнется развал страны, которыми надо противодействовать. Либо он это дело сильно подвинет. Ну опять, как сильно? Ну, чай не 1937 год? Не 1937, а 2012? А это будет уже каком-то 13-й? Ну, антагонизм здесь неизбежен. Неизбежен. Он никуда не денется. Поэтому весь вопрос в том, что такое номер три. Возникнет ли здесь полноценная леопатриотическая оппозиция, которой нет. И совершенно ясно, что вот в эту матрицу, вот в эту вот ее часть, М2, повторяю, что ссылаюсь на свою передачу «Школа сути» номер 4, часть 1. Обязательно интегрируется КПРФ. И вот здесь вот возникнет пустота, которую надо заполнять. От этого будет зависеть жизнь страны. Именно поэтому участвовать в разгроме либералов надо было, и слава богу, что этот разгром удалось осуществить, а двигаться дальше в сторону вот этой вот части системы нельзя. Вот здесь надо находиться, а не здесь. Вот эти системы ценностей, ориентаций, норм, политического языка, организационных структур, их надо оформлять, их, и быстрее. На это осталось не более 4-5 лет. Боюсь, что гораздо меньше на это осталось. А здесь возникла дыра. И возникла она в связи с политикой КПРФ. Ну, там Межуев, значит, начинает дальше говорить, что, ну, там, а зачем Путину освобождать Медведеву место в единой России? Да. Ну, как бы, зачем он это делает? Это же все-таки большая фракция в Думе и так далее. Ну, Ельцин тоже освобождал Черномырдину. Некое место. Наш Дом Россия существовала вместе с премьером Черномырдином. И что потом? Мы же знаем, чем это кончилось. Не правда ли? Не похоже, что рассматривает Путин своего партнера как временное явление. Партнер его рассматривает как временное явление. Не Путин рассматривает партнера как временное явление. Он счастлив бы был здесь где-то, вот, так сказать, на этих качелях как-нибудь покачаться. А партнер рассматривает его как внутреннее, как лишнее явление. И не партнер сам по себе, Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот этот коллективный суперкорпоративный партнер, которому надо этого Путина уничтожать потому что Запад назначился на Путина потому что Путин не хочет сдавать эту всю территорию по частям потому что что значит не сдавать ее по частям никакого нового стратегического плана у Путина нет но что ему делать он оказывается в глухой обороне а здесь сидят тысячи семей которые между прочим не без содействия Путина укоренялись на Западе получали там собственность держат там счета вот такие там интересы и что они ради родного Путина все это сдадут их теперь эвакуировать оттуда надо из Швейцарии известных всем господ надо эвакуировать с их миллиардами из Австрии отовсюду ради чего под какой проект под вялое шепотание евразийстве под что это надо делать значит вот эта сила намного могущественнее но если вы хотите влачиться за этим могуществом то вы и есть падаль конечно если у вас нет ценностей конгруентных этой силе и связанных с распадом России с интеграцией всего этого по частям на Запад с оккупацией со всем прочим если у вас есть такие ценности тогда почему вы при своих но если вы пытаетесь сюда пристегиваться имея какие-то государственные ценности то вы падаль и какая бы эта сила ни была не в силе бога в правде много раз подчеркиваю что я человек сугубо светлый и так дальше да ну ведь и что же тогда получится да ну предположим смедит Медведева технический премьер и что будет тогда это даст еще не победу той части сторонник которая с досадом сохранением Медведева но стратегически этот власть этот тип властной коалиции сужает общественную поддержку на что сужает на что на либералов которые и так ненавидят Путина их можно прикупить что ли они уже вкусили вот этой ненависти они распаляются с каждым днем ну два других варианта это смениться там на Кудрин или Глазил но это же в ту либеральную или в как бы такую патриотическую сторону значит что такое это надо получить какого-нибудь так сказать сильного политика а зачем это нужно-то когда лучше иметь слабого клан не видите не в Медведеве тут дело суперструктура выстроилась под прямым патронажем Запада и если эту структуру не демонтировать то конечно она прыгнет она просто вяло и так сказать и наращивая силу или резко и так сказать нащупывая больные точки будет бить в ближайшие месяцы все они ждут ждут кризиса ждут того что можно будет подстегнуть социальный протест к своему так сказать норковому и так далее с этим же как надо бороться а как не расскажете ну там два-три крупных митинга в центре столицы пишет Межуев это несколько неприятных минут прослушивания трансляции некоторых выступлений не слишком ли малая цена за удачную рокировку во власти сохранить правящие команды да и пишет Межуев вот как это происходит с аналитиками которые не берут след не чувствуют ситуацию и вместо аппарата используют вместо аналитического аппарата используют аппаратную феню рассудительность такую аналитическо-бюрократическую вот так они попадают в просаг в следующей фразе да и тот факт что протестные силы рассосались сразу после выборов не свидетельствует это о том что все наши декабрьские страхи оказались чрезмерными куда рассосались-то куда рассосались написано-то до 2 мая написано близорукость аховая сколько дней это прошло 4 дня и ку-ку ну это же под идеей все написано там путинисты слева будут разочарованы они ждали безусловно другой развязки они ее закономерно не дождались теперь будут создавать организации с целью терпедировать правительство Медведева доказать его нелояльность верховному патрону наличие у него каких-то страшных закулисных связей с западом наверняка нам на все лады станут говорить о том что Обама тайно готовит удар против России что светлость на перезагрузке скрывает ее темную сторону и российская власть будет с удовлетворением взирать на такую стихина складывающую двухпартийность которая ей кстати ничуть не угрожает в каком смысле не угрожает если этого всего нет тогда конечно не угрожает если это все блеф болтовня пустые словеса но это же не пустые словеса это реальность и мы с этим сейчас разберемся а ради чего все это говорится между тем если бы ох как сирены это поют наши левые думали не о том как бы покарать правых а о том как реально изменить экономическую политику сохранив в России остатки науки индустриального производства они бы сейчас реально поддержали слабо замаячивший с премьерством Медведева курс на партизацию исполнительной власти с тем прицелом чтобы на очередном надеюсь досрочно в витке думской кампании одолеть единую Россию и взяв большинство в нижней палате самостоятельно сформировать правительство предоставив главе государства и своим избирателям ответственную работоспособную левую программу они бы сейчас реально поддержали слабо замаячившись премьерством Медведева курс вот с одной стороны Якушев да как там почему красные путинисты одевают белые ленточки почему люди разочаровавшиеся в победе Сечина которую они сами выдумали хотят теперь перебегать к Медведеву вот это первый кусочек а это второй поддержите Медведева бежать надо туда чертовы левые это все что такое это лихорадочное конструирование чего леволиберального блока который будет гораздо опаснее для страны чем просто либеральный и который формируется у нас на глаза о том же самом написано в размышлениях Александра Фролова оранжевый термидор советская Россия 6 мая оранжевая либеральная революция в России завершилась но не поражением как может показаться на первый взгляд о победе символом победы стал жесткий силовой разгон марша миллионов и последующая зачистка московских улиц от протестантов посредством ОМОНовских дубинок им ясно дали понять что их марш более не нужен излишен неуместен и опасен для тех классов которые уже сняли сливки с революции на смену оранжевой революции появился оранжевый термидор термидор не контрреволюция это направлено усекновение революции остановка ее на определенном рубеже дальше которого ее бенефициар выгодоприобретатель идти не хочет и не может дальше крах лично для него поэтому бенефициар прибегает к насильственному обузданию народной революционной стихии что это все такое ну что это все такое при чем тут термидор термидор это реакция на все более и более левые тенденции улицы сначала к власти в классическом революционном цикле на начальном периоде приходят разного рода миробо потом их место занимает дантон и жиродисты более революционно демократическая народная о благе это сказать нищих и сирых думающая чем миробо часть затем место дантона занимает робеспьер а затем оказывается что робеспьер им идут жакру и другие где это в процессе кто здесь жакру и кто Сеня Собчак кто именно где народная волна которую останавливают а зачем эти умствования нужны они нужны с двумя целями во первых для того чтобы сказать что знаете ли все эти державные путинские дела они все липа а протест сейчас у нас начнет оформляться в некой другой логике а логика это будет националистической вопрос а где КПРФ тут одна фраза сказана про КПРФ это же идеолог КПРФ да конечно хотелось бы да как будет оформляться конечно очень хотелось бы чтобы поскорее пробудилась красовая хотя бы даже тренд юнионистская чувство собственно достоинства наемных рабочих но пока скажем честно надежды на это не очень велики а кто-то с рабочими работал это КПРФ они ждут что может быть пробудиться тренд юнионистское чувство собственного достоинства то есть профсоюзное а если не пробудилось даже тренд юнионистское это чувство а интересно на что они работают в чем их задача они же такие марксисты передача школы сути четвертая часть вторая я показал что они уже все встали теперь какую-то диалектическим материалистическую позу и говорят только о классовой борьбе если нет классовой борьбы даже тренд юнионистской даже не слышно никакого пульса то о чем вообще идет речь советская Россия о неком националистическом ну скажем прямо полуфашистском кураже который приобретет улицы и что а коммунисты будут играть здесь во что именно они с кем будут играть на сайте КПРФ я вдруг обнаружил нечто пакостное до предела ну значит сначала там в общем речь идет о том что был я все-таки историю вопроса хотел бы в двух словах оговорить сначала некий Олег Козырев 10 мая в 17.11 говорит о том что жуткая власть ногой бьет беременную женщину в живот потом кто-то начинает писать да нет 10 мая в 22.01 это же не совсем так потом интернет-газета взгляд это такой ВСРВИК говорит что это не так 10 мая в 22.01 потом интернет-газета взгляд 11 мая в 10.23 говорит что это совсем не так и потом КПРФ на сайте 11 мая 14.16 начинает вопить что проклятая власть била беременную женщину в живот помещает чудовищные фотошоповские фотографии и это можно доказать что это фотошоповские фотографии и что это вообще все делается руками никакой не КПРФ с ее два притопа три прихлопа а руками давно поселившихся на этом сайте и в этом КПРФ на пространстве антинациональных либералов которые организуют все сразу и эти развлечения фотошоповские мерзкие и травли тех кто им не нравится и все остальное и получается что дилда которого пихнули в ногу это беременная женщина которую ударили в живот а путинский режим это некие немцы чудовищные фашисты которые жертву мучат женщину повесили это все вводится в великий советский контекст это все повторяется в газете правда это что все за мерзость зачем она нужна она нужна затем чтобы под завывание о термидоре подавить формирование лево патриотической оппозиции и вбить КПРФ и все остальные силы влево либеральную пакость навязав этой пакости ренессанс марксизма суррогатного псевдо марксизма со всеми его компонентами неотроцкистскими и неоконсервативными согласно которым сначала должна быть победа буржуазии в мировом масштабе связанная с оккупацией Соединенными Штатами всего остального мира и подчинение всего мира Соединенным Штатам неважно Соединенным Штатам и хорошо неважно кому главное чтобы побыстрее все оккупировали а потом будет коммунистическая революция опять же мировая вся эта хрень с социалистической революцией в России с построением социализма в России это мерзость сталинско-ленинско которой надо избавиться в пользу Плеханова и более крутых вещей вот тех самых которые сформировали явления под названием американские консерваторы в эту сторону всего в отчет а эти замечательные вожди которые конечно не будут пробуждать сознание рабочего класса даже в трен-юнионистских формах но зато будут твердо стоять на позициях диалектического материализма и классовой борьбы замечательные замечательные вожди это Навальный здесь опубликована такая очень интересная фактическая статья о том как вот рядом с Навальным есть некий господин Ашурков а значит и Альфа-групп вот новую волну революции будет возглавлять Альфа-групп вместе с Навальным и все стоящие за этим силы а КПРФ будет подхвате потому что ну ведь даже трен-юнионистского еще нет рабочего движения если его нет и так далее то о чем идет речь флихановский марксизм дорогие друзья зачем вы взялись за все это дело зачем вам революция зачем вам все вам надо буржуазно-демократическую обеспечивать если социалистическая революция возможна то Зюганов король а Навальный лучше в случае при нем шестерка а если нужна буржуазно-демократическая по Плеханову революция на основе марксизма то Навальный король а Зюганов и все прочие даже не шестерки а пятая снипится в колеснице вот за что идет борьба в условиях когда страна ползет к краху а на форме этого краха идут какие-то рассуждения нужен ли России новый Путин говорит на гранят в самом деле давайте порассуждаем нужен ли он оказывается Путин будет опираться на какие-то конструктивные компании 144 о них выявили и вот эта часть буржуазии станет его классовой базой в стране разыгрывается бог знает что говорят так будто никакого отношения к стране это не имеет мир вот Каган говорит есть такой очень крупный американский аналитик только Америка может спасти мир и мы будем делать все чтобы его спасти вот Бакли говорит следующее место битвы российские регионы хватит нам возиться в Москве мы будем разрушать Россию через регионы вот следующая статья Сенат США обсудит следует ли отменить поправку Джексона Веника напоминает своей статье лидеры солидарности Гарри Каспаров и Борис Немцов и они обсуждают как правильно наложить санкции на Россию замечательная позиция все остальные тоже вместе там Навальный Каспаров Немцов и все прочие и примкнувшие к ним Зюганов будут обсуждать как лучше накладывать санкции на преступный путинский режим что означает для Вашингтона возвращение Путина то есть все готовятся к новому прыжку с запада перепугались поклонные теперь пересчитывают силы и готовятся к новому прыжку система естественно засыпает потому что она именно такая как я сказал она может только ползти к краху а на этом фоне второй путь третий путь восьмой путь что же происходит в мире Барак Обама стал первым президентом США высказан за легализацию однополых браков немецкие политики поддержали американский президент Барака Обама который публично высказ за легализацию однополых браков министр настранств дел Германии Гидо Вестервелли в частности назвал это мужественным решением и добавил по-английски it's ok to marry gay это хорошо жениться на геях сам Вестервелли с 2010 года живет в браке с спортивным менеджером Михаэлем Мронцем министр сделал заявление от имени правительства ФРГ представитель зеленых Фолькербек также потребовал законить гомосексуальные браки отметил что консилер Германии Ангеле Меркель тоже пора публично выступить за однополые браки представитель левых парламент Барбара Хель заявила что Обама таким образом послал всегда международному сообществу по ее мнению времена изменились и с дискриминацией лесбиянок и геев должно быть покончено нужно устроить бундестаги голосование разрешения гомосексуальных благ брак я же не говорю что кого-то надо там сжигать на костре как это делали тут вопрос уже не о том как их сжигать на костре вопрос заключается в том что все это идет в некое наступление по всем фронтам что надвигается такой девятый вал постмодернизма и он касается не только однополых браков он касается ювенальной истиции и многого другого что постмодернистский вектор западной политики оформляется что ничего общего с модерном и со всем прочим это уже не имеет что модерн этот оказывается в жалкой роли так сказать палеореликта который пытается огрызаться пытается что-то делать саркази свергнут каким бы он не был негодяем в том что касается Ливии и всего остального он так сказать еще содержал в себе какие-то реликты национального мышления его нет но это не агу так сказать это человек по которому сейчас Обама нанес удар наотмашь полностью с тем чтобы его сместить так сказать с политической доски идет наступление этого самого постмодернизма и оно что так сказать будет осуществляться в интересах России не может быть вот есть такой Виктор Бурбаки я понимаю что это псевдоним публиковавший достаточно интересную статью 9 мая я считаю что эту статью в ее основных пунктах надо бы прочитать процессы происходящие в настоящее время в мир системе ведущие к существенным изменениям ее сложившей структуры центр полупериферия периферия образуют источник крупномасштабных военных конфликтов мир вступает в эпоху перемен когда большая война запередил сфер влияния и ресурса а также ряд региональных войн и предшествующих становится почти неизбежной перспективой он перечисляет несколько групп угроз и говорит третьей наиболее скрываемой целью является реанкарнация мировой колониальной системы вот я писал об этом в серии своих статей кризисы другие в газете завтра всю книгу никак не могу выпустить так увлекся организационно-партийной работой что перестал ловить мышей на данном направлении так вот реанкарнация мировой колониальной системы говорит он мир существовал в условиях классического колониализма на протяжении более пяти веков и лишь во второй половине двадцатого века в результате образования после второй мировой войны мощного центра сил в лице ссср и мировой стилистической системы возникли условия деколонизации планеты постколониальной эпохи таким образом чуть более полувека и сегодня логика развития западной экономики кладет от эпохи конец западная экономическая система в условиях рыночной конкуренции может стабильно существовать только при постоянном вливании дополнительных ресурсов извне для стабильного существования такой системы необходимое наличие управляемой колониальной периферии из которой можно черпать дешевые ресурсы события последнего времени начиная с захвата Ирака и Афганистана заканчивая захватом Ливии пресвободой арабской весной со всей очевидностью показывают что периферии мир системы предстоит новая колонизация он не договаривает только одно слово и архаизация то есть эту систему надо вернуть в контрмодернистский модус потому что в противном случае без архаизации ее нельзя заново колонизировать колонизировать можно дикаря должен вернуться дикарь и тогда по отношению к нему колонизация это норма вот это и называется регресс из модерна в контрмодерн поэтому все национальные лидеры Каддафи Мубарак и прочие которые держались зарушивающийся модерн сметаются и на их место ставятся контрмодернистские архаизирующие лидеры с множественными конфликтами и развалами национальных государств вот тогда периферию можно колонизировать в этом то и есть новая формула это можно считать геополитической неизбежностью в мире нет сейчас стратегических субъектов способных этому воспрепятствовать вопрос нет но если этому не воспрепятствовать этим субъектом должна стать Россия если она им не станет да их не будет вопрос лишь в том будет ли это двуполярная США плюс Евросоюз против всех остальных или какая-то иная модель колонизации ну уж скажите какая иная это с Китаем да ну поехали в процессе новой колонизации произойдет быстрая кодификация международного права на основе откончательного отказа от принципов заложенных Ялтинско-Пандамской политической системой нас ждет отказ от основных принципов ООН ликвидация института постоянных членов Совета безопасности ООН коррекция принципа суверенного равенства государств в недалеком будущем законные оккупации колонизация в пределах признанных зон влияния будут занимать место принципов самоопределения не вмешаться во внутренние дела других стран в международную практику силиями запада вновь вводится двухуровневая система международного государственного устройства при которой полный суверенитет сохраняется лишь за государствами составляющими ядро мир-системы а государства периферии могут иметь суверенитет лишь в объеме не препятствующем деятельности транснациональных корпораций в соответствии с идеями высказанными Бжезинским в основе нового колониального мира должны лежать Большой Запад США Просъевросоюз и Большой Восток Япония Индия Турция Саудовская Аравия в грядущем колониальном мире Россию не видят как субъект мировой политики о перспективах совместного международного управления ресурсами Сибири рассуждают уже открыто скоро вспомнят что Российская Федерация есть правоприемница Российской империи а та в 1884 году подписала международную конвенцию содержащую принцип эффективной оккупации из него следует что если какая-либо страна не способна эффективно управлять своими ресурсами может быть введено внешнее управление уже вскоре принцип эффективной оккупации может быть провозглашен действующей нормой международного права чем будет обосновываться правомерность изъятию России исключительных прав на управление собственными ресурсами поясняю Берлинская конференция конференция по Конго собравшаяся 15 ноября 1884 года в Берлине для обсуждения раздела Африки между европейскими державами в условиях ожесточившейся драки за Африку продлилась она до 26 февраля 1885 года инициатором созыва конференции выступило португальское правительство представившее вниманию других колониальных держав так называемую розовую карту которая предполагала объединение португальских владений в Анголии и Мозамбике в единую колонию планы португальцев заблокировала Великобритания рассматривающая всю Африку к югу от экватора как собственную сферу интересов Франция и Генермания рассчитывали поднять на конференции проблему демаркации сфер влияния в Сахаре основным вопросом однако стал статус свободного государства Конго служившего ширмой для бельгийской колониальной экспансии в бассейне реки Конго незадолго до этого исследованным такими первопроходцами как Генри Мортон Стэнли и Пьер де Браза активность в бассейне Конго бельгийцев и французов приводила к выдавливанию из региона португальцев и издревле сотрудничавших с конголезскими правителями Генеральный акт принятой конференции с подачей председателя Швентонии канцлера Бисмарка не только признал законность состоявшихся колониальных захватов но и впервые письменно закрепил обязанности держав налагаемых на них наличием сфер влияния в частности провозглашался принцип эффективной оккупации в своих колониях и пускать его в оборот а при неспособности самостоятельно осваивать богатство колонии допускать хозяйственную территорию другие державы и их картели вот все что сейчас происходит с Катаром может быть понято адекватно только в одном случае если понимать что Катар это просто филиал ExxonMobil и что все игры в Сирии например которые сейчас ведет Катар это резкая попытка сыграть в мировую газовую игру таким способом чтобы Россия быстренько встала на колени но как бы там ни было по отношению к Сирии вопрос состоит в том что этот возврат к соответствующей так сказать практике эффективного управления ресурсами и всего прочего состоится действительно в ближайшие годы уже создан испытывается пишет дальше человек который выступает под псевдонимом Бурбаки на разных театрах военных действий я думаю что это псевдоним я просто хочу сказать что статья толковая базовый инструмент новой колонизации НАТО из новой стратегической концепции НАТО принятой в 2010 году в Лиссабоне следует что в современных условиях именно перед НАТО поставлена задача поддерживать устойчивость системы центра колониальной периферии в которой только и может существовать западный мир в этом суть новых функций североатратического альянса НАТО есть объединение государств западного мира для новых крестовых походов которые как известно в первую очередь были экономическими предприятиями Это утверждение на совести автора. Я не думаю, что они были, как известно, в первую очередь экономическими предприятиями. Но то, что они были еще и экономическими предприятиями, это конечно. Военная сила НАТО будет постоянно проецироваться на те страны и регионы мира, которые являются поставщиками сырья и энергоносителей. Сегодня для Запада становится принципиально важным не допустить появления крупной сырьевой державы, обладающей высоким геополитическим статусом. Поэтому Запад совершенно не замечает такие крупные ядерные государства, как постоянно дестабилизирующая обстановка на Ближнем Востоке Израиля и слабоуправляемый Пакистан, который не может и не хочет осуществлять контроль над своей территорией, не допуская деятельности движения «Талибан». Однако нефтегазовый Иран, член договора о нераспространении ядерного оружия с его возможностями регионального лидерства, стал для Запада первоочередным объектом силовой демократизации. Ядерная программа Ирана – это всего лишь казус бели. Иран может хоть полностью отказаться от ядерных технологий, это ему не поможет. При этом Иран – предполье России, а ей не следовало бы забывать установку Бжезинского. В 21 веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России. Одной из целей планировщика большой войны является не допустить образование Евразийского Союза как стратегического субъекта мировой политики. Ресурсы постсоветского пространства уже учтены и поделены между Большим Западом и Большим Востоком. Смысл реанимировав проектов Европы от Атлантики до Урала – включить Россию в западный мир, но без ее зауральской части, то есть по частям, и без Северного Кавказа, и без всего, что примыкает к Азову. Предполагается, что на предстоящей в Кэм-Дэвиде встрече Большой Восьмерки от России потребуют сдачи Сирии и Ирана, отказа от политики евразийской интеграции и сокращения ее тактического ядерного оружия – Тяо, в обмен на предложения, от которых трудно будет отказаться. И Китай здесь России не поможет. Возвращаясь в Евразию, Россия задевает его интересы. Вся история взаимодействия России с Западом показывает, что строить с ним отношения, основываясь на иллюзии партнерства, крайне недальновидно. Точно так же история Больших Войн учит, что наибольшее преимущество в грядущей Большой Войне получит та сторона, которая вступит в нее на завершающей стадии. С высокой вероятностью она же будет и в числе победителей. Поэтому нельзя не согласиться с мнением Бабарисова, высказанным еще в 2009 году в статье «Многополярный мир». Создание геополитической конфигурации по типу Евразийского Союза, позволяющей оттянуть непосредственное вступление России в войну за счет кратного роста коалиционного могущества и создания пуферных пограничных зон, боевые действия в которых по опыту прошлых войн могут и не перекидываться на территорию метрополии, является ключевой внешнеполитической задачей. По существу для России выбор заключается только в том, формировать ли русский военно-политический блок сейчас, имея относительно большую свободу маневра, или позже в цейкноте под действием обстоятельств непреодолимой силы, или прямо в военных условиях под бомбами, не считаясь жертвами. Но возможности для такого относительно благоприятного в духе последней грузинской кампании переформатирования российского погранича уменьшаются с каждым днем. Теперь даю слово опять Бурбаки. Оценивая недопустимость для России в преддверии большой войны, производить сокращение в сфере тактического ядерного оружия, необходимо подчеркнуть, что для такой слабой стороны международного конфликта, как Россия, тактическое ядерное оружие является реальным инструментом. Его деэскалацией на военной стадии сокращение в сфере тактического ядерного оружия могут привести Россию к валенополитическому цукцвангу, когда в ответ на военное давление сильной стороны конфликта она будет поставлена перед выбором, либо принятие навязанных условий вследствие очевидной слабости сил общего назначения, либо мировая ядерная катастрофа. Россию ведут к большой войне последовательно, сознательно и логично. Пытаются втянуть Россию в эту войну, чтобы обеспечить бесславный выход из нее с последующим окончательным решением русского вопроса. Сегодня все решения, принимаемые российским руководством в военно-технической, политической, экономической областях, необходимо рассматривать с одной точки зрения. Помогут ли они в грядущей большой войне и в обеспечении достойного места России в послевоенном мироустройстве, или наоборот, ослабят ее позиции? И здесь в первую очередь надо не сдавать двух главных союзников России, ее стратегические ядерные силы и ее тактическое ядерное оружие. Вот здесь говорится о чем-то серьезном, хотя бы на каком-то геостратегическом и глобалистском языке. Можно не соглашаться с деталями этой конструкции. Тут хотя бы как-то поставлен вопрос, вместо того, чтобы бесконечно обсуждать, а когда Медведев войдет в такую композицию с Путиным, кому же нам продаться Медведеву или Путина, а как нам, так сказать, оправдать для себя то, что мы окажемся прихвостнями, так сказать, леволиберального альянса. Вот как действует Запад. Ливийские революционеры получили иммунитет от преследования. Национальный переходный совет Ливии 3 мая принял закон, согласно которому все лица, принимавшие участие в восстании против Муаммара Каддафи, не могут быть подвержены уголовному преследованию за деяние, совершенное во время гражданской войны. Запрет на уголовное преследование касается не только непосредственных участников боевых действий, но и лиц, помогавших им в тугу. Значит, никакого уголовника, насильника, убийцу нельзя преследовать вообще. А до времена с этим принят закон, который запрещает любое возголичное прославление Муаммара Каддафи и его сыновей, а также любых их дел, идей или поступков. Согласно закону, его нарушители будут преследоваться в рамках уголовного законодательства. Им грозит тюрьма. Демократия триумфально идет по миру. И теперь давайте посмотрим, как все это оформляют разного рода либеральные авторы, которым же надо будет присоединяться нашим левым. Они же должны образовать леволиберальный блок. Вот один из корифеев этого блока. Юлия Ватынина. Она говорит, избиратели паразиты и страны паразиты. Избиратели паразиты – это классический левый электорат. То есть люди с малым достатком. А страны паразиты – это Россия. Основной тезис Латыниной, что был замечательный, замечательный Рим. Который почему-то погиб. Был он созидателен до предела. И потому был созидателен. Что действовал по законам настоящей либеральной экономики и всего прочего. И был он творческий-творческий. И росло, и росло там все самым хорошим образом. И поднимались города. И вспахивались пашни. И благосостояние граждан росло предельно. А потом пришли какие-то идиоты. И все разрушено. Надо почитать тех, кто описывал всерьез гибель Римской империи. Наверное, все-таки за госпожа Латынина. А также те, кто должен будет ей вторить не с либеральной, а с левой стороны. Они же знают все-таки, что Рим был чудовищем. Что он пал под постмодернистскими извращениями. Под абсолютным кризисом морали. Что его граждане перестали быть патриотами. И превратились в растленную черну. Что он не мог воевать. Иначе как используя бесконечных наемников из разных стран мира. Что этот Рим пакостный, чудовищный, жестокий и ненавидимый всем миром. Пал в силу саморазложения глубочайшего. Из которого пытались вытянуть христиане. И восточный Рим они как-то вытянули на византийскую почву. А все остальное кануло в страшной, абсолютной трясине. Этого разврата и разложения. Но нет. Нет. Надо сказать совсем другое. Что Рим был замечательным. Безупречен. И действовал строго в либеральном ключе. Все действовали. Калигу и Нероны. Просто офигенные были либералы. И все цвело и пахло. А потом взяло и рухнуло. Потому что паразиты, варвары, гуны и все прочие. Сумели это все разгромить. А как они сумели это разгромить, если Рим был так силен? Если у него была армия. Если у него была национальная идентичность или имперская. Неважно. Если он готов был жертвовать и отстаивать себя. И римский мир периода упадка. Откуда же упадок-то был? Вот такой страшный постмодернистский упадок. Который сейчас происходит. Вот этот постмодерн. Как стадия абсолютного гниения всего и вся. Этого смрада безнравственности. Этих копошащихся внутри этой гниющей ткани латыниных. Бесконечных. Вот за ними идет погибель и варвары. Иначе откуда же они? Но нет. Они только потому имели место, что пришли ужасные паразиты. Вандалы, гунны, готы. И все скушали. Все замечательно. Скушали. Потом была новая империя. Еще лучше римской. Она называлась британская. Она все завоевывала с помощью частных компаний. Она все облила нужным образом. А самое главное, что пока она развивалась, ее восторженной идеологией частного бизнеса был социальный дарвинизм, к которому и надо переходить. Но была другая модель, ужасная, германская. И она породила социализм. Бисмарк породил социализм и все погубил. В то время, когда в Британской империи полицейские палили в чертистов, требовавших отмены имущественного ценза на выборах, Бисмарк ввел в Германии всеобщеизбирательное право для мужчин и первую систему социального обеспечения. И Германия все проигрывала Британии. Все проигрывала, понимаете, да? А у нее не более высокие были темпы роста, она не поставила эту Британию, так сказать, в соответствующую позу. Британия в ответ не развязала войну. Это нянцы развязали войну. Потому что они все проигрывали, кроме войны. После Первой мировой войны. Война перестала быть частной. В отличие от Голденхайн Фрэнсиса Дрейка, линкор не окупается. Как это он не окупается? Как это он не окупается? Вот он так окупается, что дальше некуда. Пока есть эти линкоры, авианосцы и все прочее. Пока военное могущество Соединенных Штатов, последователь Британской империи, гигантское. Они могут печатать зеленые бесконечно. И жить на халяву, разлагаясь. Как они и разлагаются. И кувыркаться во всех постмодернистских радостях. Бои, браки, так сказать. Бог знает что еще. Пока все это не рухнет. Вот так вот гнить. Вот в таком жестоком, кровавом месиве хаоса. Держать мир и гнить. Держать его и гнить. Держать его и гнить. А все остальное архаизировать и бомбить. Архаизировать и бомбить. Поэтому очень даже окупаются линкоры. Война остановила глобализацию мира. Постепенное перерабатывание варварских его окраин. В цивилизованные общества. Война ввела всеобщеизбирательное право. Ибо кто воюет, тот и голосует. А воевали в Первой мировой все. Всеобщеизбирательное право ведет к социализму. Но свободная рыночная экономика, которая охраняет собственность, превратилась в государство всеобщего благоденствия, которое собственность распределяет. Германская избирательная машина с ее всеобщим избирательным правом, системой социальных гарантий и дорогостоящим милитаризмом проиграла Великобританию как государству, но уничтожила Великобританию как принцип. Первая мировая война привела к возникновению СССР. Страны, которая по сути вся была армией, задачей которой, как и задача Атилы, было уничтожение мира, с которым она боролась. Однако СССР не смог уничтожить рыночную экономику. Такой был главный Атила, это Горбачев. Перед этим еще был Атила Черненко, Константин Устинович. И Брежнев Леонид Ильич был. Самый страшный Атила современности. За прошедшие 20 лет глобальная экономика сделала невероятные шаги вперед. Мир стал един великий океан мировой экономики. Омывает все страны и к этому океану в любой момент. Любым способом может присоединиться любая страна. И крошечный Сингапур, и огромный Китай, и Пиночатовская Чили. Пиночатовская Чили. Другой не надо. И демократическая Индия. И присоединившись, они быстро выращивают состояние. У этой глобализации соответствующей невиданной свободы человеческого труда есть несколько недостатков. Как и у Римской империи. Она создает такое благоденствие, что паразиты хотят ее пожрать. А ведь недалеко все хотят влиться в великий океан экономики. Венесуэла, Боливия, Содан, Иран, Россия и Конго. Власти этих стран отнюдь не спешат последовать путем Китая или Грузии. Когуны-Атьюэ не спешили учиться растить оливки. В изобильном мире завоевание им не угрожает. Свободному миру дешевле платить любые деньги за нефть или колтан, чем воевать. Единственное, в чем заинтересован власть этих стран, это уничтожение среднего класса, который получает деньги не от государства, и не от экспорта сырья. От чего он их получает? От чего? От финансового сервиса. А этот финансовый сервис на чем держится? Не на экспорте сырья, а на чем он держится? На креативе? Правда, еще нужно объяснять населению своих стран, почему свободный мир богаче. Объяснение стандартное. Это они неверные, нас ограбили. А что, не ограбили? Не ограбили? На тройку триллионов. Конкретно. Главная экономика породила несколько десятков облёдочных режимов, где верхушки живут за счет сырья. Как Россия или Саудовская Аравия. Или просто гуманитарной помощи, как Гаити или Палестина. И существование этих паразитирующих анквау не так безобидно. Вторая, это первая группа паразитов. Орды варваров грозят. Не американское безумие грозит миру, а орды варваров с Гаити придут и уничтожат американский мир. Вторая группа паразитов сидит на велфере внутри самой свободной экономики. 20% самых выкоплачиваемых британцев зарабатывают 79 тысяч фунтов в год и получают на руки после уплаты налогов 60 тысяч фунтов. 20% самых бедных британцев зарабатывают 5 тысяч фунтов в год и получают после выплаты всех пособий 15 тысяч фунтов. 16-кратная разница сокращается до 4-кратной. В изобильном мире всеобщего голосования и всеобщего богосостояния отнюдь не богатые паразитируют на бедных. Те, кто не работают, паразитируют на тех, кто работает. И та, и другая группа паразитов, и страны-паразиты, и избиратели-паразиты казались бы безобидными, если бы не их идеология. И те, и другие, как гунатилы, полагают, что им все должны, и перед ними все виноваты. И это не было бы бедой, если бы во зрение паразитов встречали крепкий отпор. Увы, ни один политик при всеобщем избирательном праве не осмелится хамить паразитам внутренним, и ни один лидер страны, которой война невыгодна, не будет хамить паразитам международным. Жестче лишь кровавое воскресенье. Та же самая идеология. Но теперь уже говорится. Нет, оранжевой революции в России не будет, и не надеетесь. Оранжевая революция, это когда оппозиция побеждает на выборах, а потом власть, поколебавшись, уступает ей. Выборов не будет, и колебанию власти тоже. Поэтому революция в России будет самая обычная, не розовая и не оранжевая, а кровавая. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что полиция могла бы действовать и жестче. Надо было бы и печень по основе, вальту размазать. Но печень это уж совсем кровавое воскресенье. За печень счета в заграничных банках арестовывают. Тут говорят о непротивлении злу насилием. То есть надежда-то на одно. Что защита будут держать обоими руками. Тут говорят о непротивлении злу насилием. Вспоминает Махатму Ганди, который до того додавил своим мирным авторитетом англичан, что они тихонечко ушли. Чтобы уйти по-английски, надо быть англичанами. Попробовал бы Махатма Ганди свое ненасилие против путинского ОМОНа. А на просипайское восстание не знает. Не знает, как англичане там работали? Как они завалили трупами эту самую Индию. И уж совсем как-то на этот раз оплошали анчоусы на поклонной. Дело даже не в том, что их было мало. Спонтанно могут собирать свободные люди, а автобусы спонтанно не соберешь. И не в том, что глаза резали флаги Почты России. Там она даже проклинает эту Почту России. А в том, что было неважно, сколько вообще анчоусов было на Путинге. Потому что ясно, не стоматологи с их факельными шествиями, и не анчоусы убирать за Путина не будут. Тут замалчивается один факт. Что не удалось собрать поклонную. А не удалось ее собрать. Потому что прийти в лужники на Путина, люди приходят. Когда их призывают дать отпор врагам России, приходят. А на Путинг не приходят. И лгать по поводу того, что не собрали, потому что быстро не могли, это уж совсем стыдно. Приходится снова и снова признавать, что поконная эта гора была чем-то другим. Да и в лужники тоже. Что выступил бы сейчас Путин и прибежали бы. Есть у него 35% поконников. И собрать их можно за 20 минут. А вот собрать просто так, там болтаться непонятно зачем, нельзя. Нет идеологии, нет личности, нет сбора. И не будет никто там болтаться под непонятную идею и непонятно с кем. А умирать будут не за Путина, а за Россию. И за то, чтобы вот эту гадость ей не навязали. С социал-дарвинизмом и всем прочим. У закон Путин незаконно избранный президент. У законно избранного президента не бывает каруселей на выборах. Во Флориде тоже не бывает. Не бывает инаугурации под куски асфальта летящих в ОМОНовцев. Законно выбранный президент не выстраивает на Большом каменном мосту многотысячные корпы дона из ОМОНовцев. Не прикрывают в центре станции метро, пытаясь уберечься от митинга. И у них после разгона митинга не остаются на мостовой кеды и башмаки. А как же Пиночет? А как же Ли Куан Ю? Любимцы-то Латынины. Что-то она не запуталась? А сипаи. От них не башмаки оставались. От них что-то совсем другое оставалось. Наконец Латынина доводит все это до конца. Она говорит, что ей навязывают что-то не те точки зрения. Но это нехорошо навязывать человеку не те точки зрения, которые у него есть. Поэтому давайте процитируем ее точку зрения. Избирателям, говорит сама Латынина, должен быть каждый, кто платит хоть на копейку больше налогов, чем получает дотации от государства. Я не понял. Это она сказала, да? Что имеется в виду под дотациями от государства? Бюджетник получает дотацию от государства? Потому что уплата налогов из бюджета, это же перекладывание с кармана в карман. Вот авторы декларации независимости написали, что все люди рождены равными, но они не дали право голосования индейцам, неграм, женщинам и беднякам. Да, не дали. А если бы дали, США бы ничем не отличалась от Гаити. Есть что? Когда убивают Каддафи, это хорошо. А когда убивают Кеннеди, это плохо. И когда Лик Ван Ю в Сингапуре сажает политических противников и затыкает рот независимых СМИ, это хорошо. А когда делают Путин и Дюль Валье, это плохо. Скажете, что это двойная мораль, а я скажу, что это здравый смысл. Как отличить правительство, защищающее права и свободы, от правительства их нарушающего? Как черную кошку от белой, глазами. Мы живем в больном мире, в котором бедные страны, стремящиеся к модернизации, больше не имеют перед собой того твердого образца, который имели в Европе XIX века. Вместо этого победившая на Западе в результате всеобщего избирательного права. Социал-демократия преподносит им под ведом общечеловеческих истин левую пропаганду. Двумя краеугольными камнями левой пропаганды является тезис «А ювенерсал саф рейндж» и «велфул стейт» всеобщем избирательном праве «ювенерсал саф рейндж» и «велфул стейт» «государств всеобщего благоденствия» как необходимой примете любого свободного общества. Тот факт, что всеобщее избирательное право в нищих странах, как правило, кончается диктатурой, а социальные гарантии даже в богатых странах ведут к кризису, игнорируется. Если ваше общество состоит из собственников и ответственных граждан, как в Швеции, то даже при высоком уровне социальных гарантий во главе его окажется ответственный политик. А если у вас общество люмпенов, то и выберут они люмпена. Мы не всем даем водительские права, но всем даем избирательные. Мы можем лишить пьющую бомжиху родительских прав, но мы оставляем ей право избирать нам президента. Мы можем лишить серийного убийства свободы, но лишить его избирательных прав это оказывается преступлением против гражданского общества. Подобные аргументы кажутся мне не просто фарисейством, они кажутся фарисейством умышленным, исповедуемым европейскими политиками, постсоветскими диктаторами с одинаковой целью, целью максимальной люмпенизации населения, расширения своей электоральной базы и могущества государства. Если демократия означает всеобщее избирательное право, да, я против демократии. Я за ктиторократию, за власть собственников, за то, чтобы избирательное право в явном и скрытом виде принадлежало только собственникам и налогопротельщикам. Это либералы о демократии. А теперь она же о Великой Победе. Ведь нашим левым придется с ней дружить. Но вообще, говорит она, у нас памятью о войне занимаются манкурты. У нас то печатают открытку, на которой советские солдаты берут, я уже не помню, что они там брали, то ли Белый дом американский, то ли Капитолий, по Фрейду да, то наоборот, там на фотку с Днем Победы лепят фото американского солдата на Гуаме в 44-м году. Ну, видимо, хотели, чтобы солдат улыбался, а у нас улыбающихся не нашлось. Для начала, мы в какой войне отмечаем победу? А? Я спрашиваю, в какой войне мы отмечаем победу? Вопрошает Латынина. Отвечать мне. В какой войне? Потому что, ну, для начала, мы в какой войне отмечаем победу? В Великой Отечественной? Так нету такой войны. Ну, нету. Есть Вторая мировая, началась 1 сентября 1939 года, через неделю после заключения Сталина и Гитлера пакта о разделе Европы. Да, 22 июня в этой войне Гитлер атаковал Сталина накануне того, как тот напал на Гитлера. То есть, Великое Отечественное, это некий пропагандистский фантом, который искусственно разрывает единую войну на две части. Это все равно, как называть сырьевой придаток энергетической сверхдержавы, с помощью слов пытаясь замаскировать суть. Кто начал Вторую мировую войну? Гитлер? Ну, гитлеровские офицеры тренировались в СССР. Германия получала оттуда сталь, зерно. Без помощи Сталина у Гитлера просто не было бы армии. Армия Сталина была вложена на порядок лучше гитлеровской. Гитлер, в конце концов, был просто орудием для покорения мира в руках Сталина. Ледокол, как точно сформулировал Виктор Суворов, организатор Гитлера и, соответственно, Второй мировой войны был Сталин. Без Сталина Гитлер остался бы средней рукой Милошевичем. Да, был бы геноцид евреев, Второй мировой войны бы не было. Сколько погибло граждан в этой войне? Немцев, номер 2, Второй мировой за 7 лет 6 миллионов. Русских, то 20, не то 28. Мы с точностью до миллиона не знаем. Когда Жуков под Оржевым месяцами гнал солдат в лоб на неприступное укрепление, это не глупость, военное преступление. И эту войну мы называем Великой Отечественной. С чего бы? Неужели русский народ действительно такие идиоты, что все как один бросились умирать за сумасшедшего палача, устроившего голод людоедства закон за колоски, превратившую жизнь в ГУАГ? Нет, в августе 41-го миллионы солдат Красной Армии сдавались в плен. Они разбежались. Плейбас, спину в приграничных районах было так чисто, что чекисты принимали это за мифический гитлеровский десант. И к концу сентября Красная Армия потеряла 3,8 миллионов единиц стрелкового оружия. Это не то, что вот русский народ весь сразу праздновал труса. Просто никто не хотел сражаться за ледоеда. А почему Красная Армия победила, спросите вы? Мол, да, Россия проснулась и поняла, что гитлеры еще хуже стали на ответ из-за заград отрядов. Вот вы и лежитесь с этим. Синхронно с господином Шарапаевым. Вы думаете, все это случайно? Вот есть такой Шарапаев. Что он говорит нам? В мае, 8-го. Представим себе на минутку, что культ Великой Победы исчез. Что мы видим? Исчезла скрепа, еще как-то державшая это общество и страну. Последняя скрепа. Химеричность общества и страны становится очевидными, поскольку улетучивается иллюзия общей судьбы. Все и личности, и народы, и регионы получают возможность переосмыслить себя, получают шанс на новую судьбу. Великая Победа. Это сегодня последний миф, оправдывающий, легитимирующий существование исторической и российской государственности. Миф, замыкающий народы и регионы в формате давно отжившей свой век империи. Великая Победа. Последнее, что делает Россию страной. Убери этот культ. Народы и регионы с удивлением посмотрят друг на друга и начнут выстраивать между собой новые связи и отношения. Формировать новое пространство, поскольку на вопрос, что нас связывает, последуют уже какие-то иные ответы. Откроется возможность новой этно-региональной самоидентификации. Например, для казаков Дона и Кубани, предки которых в годы Великой Мировой Войны зачастую стояли на антисоветских позициях. Особое судьбоносное значение демонтаж культа Победы имеет для русских, поскольку этот культ накрепко связывает большинство из них с советизмом, освещает советизм в глазах русского народа, делает русских наиболее советским народом на всем пространстве бывшего СССР. Именно культ Победы примеряет и даже роднит русский народ с этим государством, который, как говорят, конечно, не сахар, но все же наше, мы с ним Гитлера победили. Проблема, не преодоленная в свое время Ельцином, десоветизация русского сознания решается прежде всего путем демонтажа культа Победы. Вообразите себе русскую ментальность, свободную от феджащей 9 мая. В ней уже не будет места Сталину и преклонению перед великим государством в центре в Москве. Резко упадет ценность сильной власти, развеется обаяние исторических свершений. В русское сознание войдут другие герои, например, герои Роа, а от них совсем недалеко до Андрея Курбского и Марфы Борецкой. А это уже иная ментальность, открытая демократическим ценностям и историческим альтернативам. Таким образом, демонтаж культа Победы имеет несомненно прогрессивное значение, поскольку является залогом становления новой русской идентичности и иной русскости. Вместе с культом Победы в русской ментальности отомрут многие мрачные лирикты, препятствующие нашему вхождению в сообщество цивилизованных народов. Исчезнет возможность легитимации сталинизма и как следствие всей исторической традиции российского деспотизма, возникнет прочная основа для альтернативного антиимперского демократического проекта. Вдумайтесь, ведь только благодаря культу Победы ГУЛАГ, несмотря на миллионные тиражи Солженицына, так и не осужден обществом, как абсолютное зло. Только благодаря культу Победы не осужден, как абсолютное зло, большевизм в целом. Красный флаг над Рейхстагом делает большевизм неуязвимым для безоговорочного общенародного проклятия. И сам красный флаг невозможно отправить на свалку истории, поскольку он является главным атрибутом главного праздника. Пока в русском сознании будет доминировать культ Победы, оно останется доступным для зла, для человек и ненавичнических мифов и опасных изуверских утопий. Если мы хотим быть цивилизованными людьми, должен пасть культ Победы, имеющий несомненные примитивные варварские черты, нетерпимость, фанатизм, мрачный пафос массовых человеческих жертвоприношений, жестокость, показательно, что в последнее время своего рода знаменем Победы стало имя красного партизана Кононова, сжигавшего живьем беременных баб. И уже совсем социологический диагноз культ Победы от своего рода общественного очумения, когда оккупантов считают освободителями, а палачей-убийц типа Кононова, Судоплатова и Жукова героями почти святыми. Маргинализация, победа поклонства означало бы духовное оздоровление нашего социума, его способность к развитию наконец просто вменяемость. Культ Победы выгоден и необходим только москово-центричной власти, которая паразитирует на этом культе, апеллирует к нему, стремясь доказать и обосновать свою историческую легитимность и необходимость. Путинский Кремль держится только благодаря тому, что постоянно подчеркивает свое правоприемство со сталинским Кремлем, спасшим нас от Гитлера. Традиционно для России царистская модель власти окончательно изжила себя и выродилась в мафиозную структуру, замкнутую на своих преступных интересах. Культ Победы необходим этой власти, чтобы создавать в обществе иллюзии национального единения и продолжать паразитировать на рыхлой, несуразной огромной стране, уже исчерпавшей свой исторический ресурс. Культ Победы это специально созданный культ для рабов, опиум на потребу агрессивно послушному большинству. Это раскатистая эхо сталинизма, культ личности, культ Победы в равной степени проявления единого культа безличия. Чтобы развиваться, надо сменить власть, надо устранить ее системообразующие мифы, надо обрести новые смыслы, формирующие не рабов, а свободных людей. Шарапаев. Алексей. Алексеевич. В марте 2000-го эволюционировал в сторону активного антихристианства в обвинении христианской церкви в интернационализме. Становится критиком имперской идеологии. Автор книги «Тюрьма народа. Русский взгляд на Россию». Согласно Шарапаеву, вся история России представляет собой поглощение населяющей белой расы, азиатчиной, замену исторической русской демократии авторитаризмом. Историческая Русь неотъемлемая часть Европы, а традиционная для России антизападная оппозиция попытки элликтивизировать власть. Признает Голодомор геноцидом украинцев. Является в настоящее время сопредседателем общественно-политического движения Национально-демократический альянс. посредством конституционных процедур Россия должна быть преобразована. Нам видится в составе РФ семь русских республик. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Повожье, Центральная Россия, Южная Россия, Русский Север. Ну вот, как вы видели уже здесь, он говорит о том, что Казакия должна быть отдельно. 4-5 января 2007-го вместе с Штепой, Лазаренко-Пожаровским Рогульченко принял участие в учреждении Новгородского Веча. В 2007-м вместе с Штепой поддержал выдвижение Владимира Буковского в президенты России, участвовал в собрании инициативной группы по выдвижению Буковского. 16 декабря 2007-го года в Сахаровском комитете. 10 декабря 2012-го был надболотный и назвал это все Великим Днем. Так вот, я утверждаю, и это серьезный аналитический вывод, что нет никакой разницы между Латыниной и Шарапаевым. Не просто между лингвистикой нет. Это далеко идущее целое. И если Латынина будет продолжать глумиться надо всем, что есть, то я разберу, как именно выглядят самые разные мосты между этой и ее человеконенавистнической и русофобской идеологией и Шарапаевщим. тут господин Каспаров и кто-то еще говорили, что они там сделают нестерпимой в жизни тех, кто там был напоклонный, такое очень конституционное заявление. Я не буду тут отвечать симметрично. Мы смотрим на все это с холодным, презрительным безразличием. А вот на то, что творят в нем великой победой с памятью мертвых, мы так смотреть не будем. И не дергаться будем в истериках, о призывах кому-то какие-то там козы-бозы устраивать, делать невыносимой жизнью этим людям и их родственникам. Так кажется сказанным Каспарова. Мы будем просто аналитически разбирать, что сие означает. И поскольку есть авторитетные люди, разумные, которые могут повлиять на степень истеричности и омерзительности с интенцией Латыниной и на ее Шарапаевщину, то мы этим людям говорить. Вы одернете девушку. Одернете. Потому что в противном случае ни жизнь вашу надо будет делать нестерпимой. Упаси Бог. Упаси Бог. Унижаться до подобного могут только подонки. А вот аналитически обсуждать исторический и оперативный генезис высказываний Латыниной обсуждать, кто на самом деле и в какой мере и почему являлся чьими соловьями, те, к кому я обращаюсь, понимают, что именно я говорю, мы будем спокойно и нереспектабельно. Потому что задето святое. Когда пытались задеть наше святое с фильмом «Четыре дня в мае», пакостным, мерзкой, фальшивкой, мы же сумели это остановить на НТВ. Вот мы будем останавливать все, что разрушает скрепы, удерживающие страну. Мы прекрасно понимаем, что Шарапаев прав. Мы будем останавливать всех тех, кто пытается вести подобную подрывную деятельность, оскорбляя наших мертвых, да и живых тоже. И мы будем действовать очень вежливо, суперкорректно и, уверяю вас, мы добьемся нужного результата. Поэтому лучше три шага назад от Великой Отечественной войны и всего, что с ней связано. Раз, два и три. И немедленно. Вот еще один либеральный шедевр. Учитесь. Учитесь те, кто хотят в леволиберальное логово заползать. Это такой блогер Егор Просвирин. Лучший русский блог о политике, истории, культуре, эстетике. У советских людей истерика по поводу фильма «Четыре дня в мае», снятого на немецкие деньги по абсолютно вымышленным событиям и выставляющего рядовой состав Красной Армии насильниками-педофилами. Не кремлевских горцев и грузинских маршалов победы. Не особистов, а простых солдат. Показывать такие фильмы, конечно, нельзя, потому что простой солдат везде и всегда рассматривался как полномочный представитель своего народа, как национальный тип. Сомневаюсь, что наш национальный тип насильник-педофил. И уж тем более сомневаюсь, что нам про это должны рассказывать немецкие инвесторы. Но дело-то в другом советский человек, гонида и сволочь, советский человек, сидел по своим вонючим советским форумам и хохотал над русским гражданским протестом Каспара, Лошендоровича, Немцова и других. Советский человек ставил галочки за Путина. Советский человек юморил в комментах гоблина над белоленточниками. Советский человек ходил на поклонную гору и слизывал красным советским языком желтую пену, вытекавшую из пасти Кургиняна. Советский человек писал гневные посты про ранжистов. Советский человек призывал не допустить развала страны агентами Госдепа. Советский человек уссывался и клал под себя от хохота смотря анатомию протеста. Советский человек призывал расстрелять либералов и националистов. Советский человек защищал кавказцев. Советский человек защищал Путина. Советский человек жрал правительственную гниль и чавкал как огромная свинья людовед. Советский человек валялся в теплых помоях и довольно хрюкал. Советский человек про все в девяносто первом году советский человек повторно про все в 2011 году начале 2012 себе свободы не взял и другим не дал взять напялил наружу вонючую ментовскую портянку как маску балаклавку и побежал на поклонную защищать россию от возмущенных русских с фаброй в одной руке бутылки шампанского в другой с талантчиком на получение 300 рублей после митинга в анальном отверстии вдруг потеряется защитил советский чек портянку защитил швабру защитил бутылку шампанского защитил боток защитил кабаеву защитил газпром даже недвижимость кургиняна на кипре и ту защитил и наконец-то героические труды советского гоблина ватники заметили по достоинству наградили выдали ему за усердную наградную медаль даже целый орден держи милый совочек 4 трам-тарарам дня трам-тарарам в мае трам-тарарам по телеканалу трам-тарарам заслужил жри сука победную похлеб жри жри и чтоб тебе эти четыре дня еще и 9 мая повторили и 10 и 11 и чтоб сука до декабря тебе их показывали чтоб ты бы все выл и выл корчился бы и корчился пока у тебя глаза б не лопнули говно советское отказавшиеся зимой защитить русских и россию на побежавшие летом защищать великую победу равнодушно харкнувшая в лицо русской революции но взбывшая от сраного фильма на сраном телеканале получай свою анатомию победы получать за свои ботоксные услуги свои призовые четыре дня и не смей отказываться по заслугам и честь вот что такое уровень бешенства тут уже не желтая пена там слюна уже неизвестно что и куда да и вы считаете что это остановится это и зальется месяцев через восемь это и зальется сначала эксцессом таким общей социальным с камнями и ножиками а еще через год она и зальется совсем иначе поэтому друзья мои и сути времени и другие работать надо работать и формировать действительную оппозиционную лево патриотическую силу потому что еще не вечер потому что эксцесса нарастают потому что все еще впереди потому что мы еще только начали серьезную работу на серьезное дело а теперь давайте поговорим о том как же все это монтируется в большую политику зачем нужны все эти шарапаева вот такие все вопли латынины зачем они так бьют по великой победе зачем нужен был этот фильм отвратительный на нтв который все-таки удалось остановить к ужасу и предельному сказать эпилептическому припадку автора данного сочинения интернетовского мы сумели это сделать общими усилиями и еще не то сумеем если будем вместе и будем спокойны настойчивая и будем знать вокруг каких ценностей объединяемся чего ради враг будет разбит победа будет за нами но нам предстоит еще долгая большая война и когда мы шли на поклоны мы знали как все будет развиваться и знали почему мы туда идем путин не едет на саммит g8 несмотря на то что было сделано все чтобы он туда поехал 5 марта 2012 года белый дом объявил о переносе сам это большой восьмерки намечено 17-19 мая с чикаго в камп дэвид мэриленд по словам представителя белого дома томми виттера проведение встречи в президентской резиденции должно способствовать более доверительным дискуссиям мировых лидерах все договориться о том что если бы это все происходило как бы в чикаго том с нато это бы слишком сильно переплеталась и тогда как путин был бы поставлен неловкое положение его туда хотели заманить на 9 мая путин заявил что не едет на саммит g8 как черт он туда не едет 3 мая сего года николай макаров глава генерального штаба вооруженных силы рф заявил на международной конференции по про в москве размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе россии для огневого поражения компонентов про включая развертывание ракетного комплекса искандер в калининградской области представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры про в европе по словам макарова с учетом цитата дестабилизирующего характера системы про а именно создание иллюзии нанесения безнаказанного разоружающего удара принятие решения выпреждающим применение имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки в ответ на это 12 мая андрис фок рамонсон глава нато заявил о неуместности угроз рф в адрес альянса связи с развертыванием ментов про в европе подверг резкой критике угрозы начальники генерального штаба вооруженных сил россии генерал николай макарова возможности нанесения превентивного удара по элементам запланированной системы противоракетной обороны про и так далее дело все заключается в том что за россию зились очень крепко а потому те кто хотят ее сдать и те кто ее сдать или не хотят или еще и не могут то вот эти две части матрицы обязательно будут раскалываться не могут не раскалываться не делали в том что не хотят опять дружить они хотят дружить а на чем дружить это же как мировые консерваторы с мировыми либералами на чем теперь гружить раньше можно было до модерни на национальном государстве на определенных принципах прогресса и гуманизма а теперь чего этого нет постмодернизм пошел в одну сторону а где должны быть эти самые консерваторы что они должны модерн отстаивать которого нет которого они же сами разрушают которые они сами разрушают во всем мире руками того же запада идет это разрушение невозможен этот мир модерн значит соответственно эта трагедия то гораздо глубже поэтому ничто и не может затухать завтра обнялись бы бандерлоги с путиным и жили бы они при нем счастливо если бы не все эти обстоятельства которые сейчас разбирал а они воют эти бандерлоги вы не слышите как они воют они безумие впадают почему потому что они знают что подлинный пахан находится не в кремле и что этому пахану с местные смотрящие не нравится а поскольку он ему не нравится то они своем праве на него выть и они будут не просто выть они будут оформлять соответствующие силы и всей мощью этих сил атаковать путина не только не прижимать уши и не говорить как они его любят и какие они с ним одной крови все либеральные есть монеты сделали все консолидация была восстановлена в одну минуту остался бы такой шрам душе знаю знаю как вы меня кинули в тот момент но это был бы шрамик политический прагматизм преобладал бы и всех бы со всеми разводили все было нормально но нельзя и свидетельством тому насколько нельзя является конечно новая волна митингов с элементами насилия в 15.00 на калужской площади в начале улицы большая екиманка собралась довольно много людей с прикрепленными на одежду белыми лентами под фиглиция досматривает митингующих изымаются стеклянные бутылки металлические пруты и дымовые шашки обстановка накаляется из толпы на полицию кричат что мешает маршу некоторые рамки опрокинуты 15 часов 15 минут полиция сообщила о закрытии выхода в составе библиотека имени ленина лубянка охотный ряд театральная площадь революции боровицкая кропоткинская арбатска александровский сад а также китай-город калужская рижская и таганско краснопресненской линии и кузнецкий мост 15.21 главное управление мвд россии по москве подтвердил информацию задержание на болотной площади двух участник марша миллионов сказано следующее двое граждан с бейджиками организаторов пытались скрытно от полиции в мусорных бачках пронести на территорию проведение мероприятия на болотной площади три палатки кроме того было обнаружено устройство предварительно опознанное как дымовая шашка и 50 миллиметров тубы с пороховыми зарядами не гражданского назначения предположительно военные фейерверки специального применения говорится на сайте столичного главного управления мвд 15.48 марш марш по екиманке начался лозунги скандирования участники акции растянули вдоль улицы 50 метровую белую ленту в колонии идущих черно-желто-белые флаги монархистов-националистов и радужные знамена геев флаги левого фронта и солидарности 16.20 колонна под барабанный вой медленно двигается по екиманке главная часть колонны скандирует мы здесь власть мы здесь власть 16.56 главная часть колонны приближается кинотеатра ударник люди заполняют болотную площадь сквер и лужков мост перекрыты сцена стоит в самом начале площади проход на территорию перед сценой отделен линии металлоискателей выезд и выход на большой каменный мост перекрыто пятью семью рядами омона бойцов омона прямо перед началом моста стоит еще три ряда бойцов спецподразделения 17.00 большой каменный мост в сторону кремля блокирован от поворота на болотную начинает кинотеатр ударник через всю площадь стоит шеренга омона то есть я могу сообщить что по всем законам всех западных стран если называемые зоны тишины и зоны особого контроля так сказать по причине правительственных зданий и всего прочего которые отсекаются и что все те меры которые здесь применяются почти скопированы в западных законодательств никто ни в одной стране мира при работе с митингующими не ориентируется просто до конституции есть закон и по этим законам соответствующим образом действует 17.10 в интернете появилось сообщение о гибели фотографа сорвался с крыши который пытался сфотографировать марш с крыши дома на большой кеманке 17.11 колонна остановилась толпа скандирует пропускать 17.15 сергеев дольцов через громко говорите призывают устроить сидящую забастовку против закрытого входа на большой каменный мост люди начинают садиться на асфальт перед кинотеатром ударник люди продолжают скандировать мы здесь власть 17.30 17.35 сергеев дольцов продолжает призывать митингующих сидящей забастовки он кричит мегафон отсюда не уйдем нам осталось продержаться немного больше 12 часов что имеется вместе с ним на асфальт садятся алексей навальный и другие лидеры оппозиции значит все только театральное шоу которое должно как они теперь любят говорить по моему случаю делегитимировать инаугурацию на сидячих напирают марширующие которые хотят пройти на митинг на болотную возникает эффект бутылочного горлышка проход на болотную затруднился я поясню это не революция не революция которая существует для того чтобы скинуть власть нам осталось продержаться 12 часов через 12 часов все будет в порядке что будет в порядке не о революции уже речь идет о том чтобы мазнуть дерьмо ради этого надо сидеть это не майдан уже это соответствующий заказ заказ тех кто одновременно с этим так сказать выражает недовольство что нас развертывание про европе почему-то коробит мы что-то собираемся делать заказ тех кто соответствующим образом протаскивать хочет оккупационные возможности на нашу территорию вот им надо каким-нибудь образом еще там набрать нужных фото и клипов для своих телепередач и газетных статей а также чуть-чуть помарать путина нет задачи сбросить путина нет из задачи продержаться 12 часов сергей дольцов 17.30 17.35 продолжает призывать митингующий сидящий забастовки лечит метрофон мы отсюда не уйдем нам осталось прижаться больше немногим больше 12 часов вместе с ним на асфальт садятся алексей навальный другие лидеры оппозиции на сидящих напирают марширующие которые хотят пройти на митинг на болотную возникает эффект бутылочного горлышка проход на болотную затруднился опрокинуты несколько будут биотуалетов на мостовой полиосик содержимое слышны крики омон в говне 17.50 люди находящие на болотной площади внезапно стали разворачиваться идти обратно в сторону кинотеатра ударник до сих пор не понимаю как не произошла давка такая вот близко активисты оппозиции пишут твиттере что митинга на болотной площади не будет 17.55 первая попытка прорыва цепи омона из толпы в полицейских полетели пластиковые бутылки дымовые шашки фаеры камни и куски асфальта вырываемого прямо с мостовой появляется известие о ранении полицейского ножом в районе кадашевской набережной митингующие атакуют машину телеканала нтв раскачивают ее 18.25 удальцов немцов и навальный задержаны на сцене митинга на болотной площади либер левого фронта вышел на сцену и предложил участникам марша миллионов не расходиться до выполнения требования оппозиции так 12 часов или до выполнения требования мы не уйдем крикнул мегафон его слова повторял толпа собравшись после чего на сцену поднялись несколько полицейских и задержали 18.35 полиция опровергает использование слепочевого газа о котором писали оппозиционеры в твиттере заявляется никакой газ столичной полиции не применялся при этом несколько сотрудников органов внутренних дел получили ранения количество задержанных уточняется 19.10 по заявлению полиции бригадами скорой помощи госпитализированы 6 человек пострадавших на акции в центре столицы в основном них ушибы и ссадины у некоторых обнаружены резаные раны 19.15-19.45 в социальных сетях сообщается что участники акции не расходятся с болотной кеманки вышковского моста начали ставить палатки 19.50 омон начинает решительно ответные действия рассекать толпу на части выдавливая по квадратам на ближайшие улицы в твиттере снова пишут о том что в толпе чувствует запах газа и все начали задыхаться кашляют слезятся глаза между тем полицию утверждают что газовые баллончики были замечены оппозиционеров цитаты из мвд единственное что есть в руках у полицейских это не тушители которым приходится воспользоваться всего ради пришлось воспользоваться один раз чтобы потушить возгорание когда провокаторы начали жечь зажигательную смесь 19.52 все кто не пошел на болотные хотят идти на манежку идите открывайте второй фронт пишет навальный у себя в твиттере 19.59 20.18 столкновение с полицейским театром ударник продолжаются митингующие залезают на биотуалет и пытаясь соорудить подобие баррикад 20.40 болотная площадь опустела кинотеатра ударник фактически никого не осталось задержание нарушителей порядка продолжаются на соседней кадашовской набережной толпа оттесняется к метро новокузнецкая по фактам преступных действий на митинге оппозиции возбуждены уголовные дела сообщают правоохранительные органы 21.42 во время митинга пострадала по предварительным дан 27 человек 7 участников 6 и 20 полицейских сообщил интерфаксу источник медицинских кругов 21.45 немцовы инкриминировали статью 22 коап нарушение прав кодекс административных правонарушения нарушения правил проведения митинга 6 штраф до 2000 рублей 22.23 на навально составили административный протокол 22.35 по данным гвд задержано около 400 5000 человек 23.26 мвд россии сообщил что отдельная группа без зонеров продолжают попытку противоправных действий в центре москвы сейчас на большой ордынке пятницкой улице час ночи постепенно и большинство задержанных выпускают некоторых оставляют до утра я привел только факты для того чтобы сказать насколько силен был эксцесс а теперь я хочу ознакомить вас с потрясающим текстом шедевром не дедом митинг как услуга откуда взялся разгром на болотной александр баунов интернет-ресурс слон марш миллионов собрал несколько тысяч по этому поводу сторонник путина радуется а противники расстраиваться купил протесты весь уварился однако радуется расстраиваться напрасно пришли не миллионы но гораздо больше чем планировали сами а по и организаторы выглядело не сильно меньше чем в декабре или феврале и уже ясно что гражданский протест никуда не денется и будет возобновляться по каждому сколько-нибудь важному поводу а теперь и неприятным интересно почему сами организаторы стремились смелись с тем что придет мало и ждали 5000 вместо зимних 100 и почему хоть пришло гораздо больше не было множество моих друзей и знакомых которые ходили зимой и те кто пришли почувствовали себя обманом понимая что одной из целей митинга было испортить путин телевизионный праздник чтобы было чем оттенить фанфары и гусаров на мировых экранах но люди это пришли не за тем чтобы поработать обличительной картинкой в иностранных телевизорах блужник несомненно оружие пролетариата но люди которые вышли на пути анти путинские протесты зимой не пролетариат здесь запомнили сомнения ходить на митинг или не хотеть появились от того что нас перестал отстраивать качество оказываемых оппозиционных услуг качество оказываемых оппозиционных услуг в частности услуги под названием митинг это происходит не от равнодушия от взыскательности это креативный класс говорит вот слушайтесь в лексику нашего патологизированного консьюмериата и ощутите в полной мере что собирался то на болотное и сахарова не а не креативный класс не когнитариат а консьюмериат теперь мы стрижемся покупаем и ездим не хуже чем на западе и уж точно не хуже соображаем и хотим чтобы к нам относились в соответствии с нашим подросшим самого самого уважения подросшим на основе того что мы стрижемся покупаем и ездим не хуже чем на западе хотим чтобы суд был таким же приличным как парикмахерская, где меня стригут, и милиция, как фитнес-клуб, и паспортный стол, как салон красоты, и налоговая инспекция, хотя бы как автосервис, и чтобы телевизор не хуже любимых журналов и сайтов, умных и ироничных, описывал я причины недовольства сразу после первого митинга на Болотной, и многие со мной согласились. Поэма консюмериата, и гильотина, чтобы была титановая и хорошо отточенная, и гранаты, чтобы были в изящной упаковке, и пистолеты были никакими не Макарова, а желательно, и так далее. Ну странно же требовать этого от государства, не требовать от оппозиции, которая вроде как нам не чужая. Если мы хотим государство, которое оказывает нам, мы хотим, чтобы было государство, он имеет в виду, который оказывает нам качественные услуги, и не считает нас за людей простых и заранее на все согласных, то того же мы хотим от своих политиков. Нет ни малейшей причины прощать простое и плохое качество услуг оппозиции только потому, что нам против Путина. Например, то, что вместо качественной услуги под названием митин, который заказывали, пришли получить образованные самостоятельные горожане, организаторы без оглядки, на нас решали свои задачи. Плакаты. Хотя за счет качества услуг все было ясно заранее. Взять плакаты организаторов митингов. Ну плохие же плакаты. Может быть очень своевременные, но как бы сказать, не на уровне тех, кто Путином недоволен. Но вот этот диатезный младенец, который по замыслу авторов должен вызвать у образованных горожан тревог за своих детей. У меня он вызывает тревогу за своих родителей. Папа в запое, мама в ночную смену сторожит склад. Даже при путинском режиме образованные горожане представляют своих детей несколько иначе. Или на этом маленьком шрифтом, на этом маленьком шрифтом, выруби зомбоящик, подними жопу с дивана. Путин это стабильный отток мозгов из России, стабильное сокращение армии. Я встречал зимой на митингах одного из лучших русских поэтов, Ольгу Александровну Седокову. Это ей что ли организаторы предлагают поднять жопу с дивана? Это они к ней что ли обращаются? Знаю, что ходил научный руководитель моего диплома за кафедрой древних языков РГГУ Николай Павлович Гринцер. Это он должен вырубить зомбоящик? А он его когда-нибудь врубал? Не вполне ясно, почему участники земных протестов, которые вообще-то за открытую Россию в открытом мире должны истечь желчью от мысли о перемещении специалистов по разным странам. Выруби зомбоящик, подними жопу с дивана. Путин это стабильный отток мозгов из России, стабильное сокращение армии. Почему они должны истекать желчью от мысли о перемещении специалистов по другим странам? Ну пусть уезжают. И тем более протестовать против сокращения армии. Да мы же за это! Судя по плакатам, задача организатора переманить сторонников Путина. Они будто завидуют его непривередливому электорату. Со своими ты намаешься. Взять хотя бы вчера. Тоже самое с сайта. Сайт солидарности. Что это за розовая кофточка и приковывает к ней логотип клуба самодеятельной песни? Что за нечитаемые синие мелкие заголовки? Или сайт Каспаров.ру? Ну посмотрите сами. Хороший человек Каспаров. А дизайн сайта ну просто очень-очень плохой. Но ангельский должно быть голосок. Так ведь нет. Кликнешь на эти мелкие буковки, хочется уйти с сайта еще быстрее. Может быть ворона, может быть собака, может быть школа юного журналиста при районном дворце пионеров. И это при том, что вон какая доля креативного класса львиная доля вроде бы против Путина. Брехня полная. Против Путина часть консюмериата. Причем тут креативный класс. Есть кого привлечь, из кого выбрать. Или все больше по знакомым. То есть пилит. Может сайты госучреждений Лединой России матери не лучше? Но ведь вроде бы мы к ним претензии. Вроде как мы-то не такие. А вот сайт Прохорова моего протежа на выборах. Последний раз обновлять 4 апреля. С тех пор кандидатов Президенту нечего было сказать о предыдущей заголовке 22 марта. Партия Михаила Прохова обретет имя в конце апреля. Но только обрела. Ведь нам интересно. Расскажите. Молчит Михаил Прохоров. Сидим, ждем, когда выполнит свое маленькое обещание. Или организаторы. Почему образованных, рассерженных горожан выводят на площадь удальцов? В красном венчике из роз он там не очень уместен. Люди, выходившие на зимние протесты, совсем не революционные матросы. В борьбе Удальцова нет ничего специфически антипутинского. Он также бы боролся с беззаконным режимом Прохорова, Ельцина, Зюганова. Между нами и Удальцовым вполне понятная разница. Мы протестуем за норму, а он против. Если представить себе, что Россия станет образованно нормальной страной, Удальцов будет протестовать против того, что она такая нормальная, за всякое там всеобщее счастье, бесплатное такси для всех. Против атомных станций и за то, чтобы, не боже мой, у нас не проходило международных саммитов. Удальцову вяжут при Путине, но с таким же успехом повязали бы и при Обаме, и при Меркель, и при Владцевой Гаврили, и вяжут. Сейчас мы в силу нашей недостаточной нормальности оказались на улицах вместе с антиглобалистами, леваками, Удальцовым. Но надо понимать, что в Польше, Испании или США мы, инициаторы зимних протестов, самостоятельные горожане, и он были бы противниками, потому что антиглобалисты и Удальцов за разрушение нормальности, а мы за ее укрепление. Хотя, судя по прошедшему митингу, мы и сейчас с ними противники. Организаторы Сеу Удальцова называется «Левый фронт». Девиз у них «фабрики рабочим, власть советом». От речи части Рады нам известна пулю капиталистам и интеллигентам. Целью фронта, как написано в программе, является построение социализма в России, национализация промышленности, монополе на внешнюю торговлю. Осталось еще взять почту, телеграф и телефон. Я, конечно, понимаю, что если Путин против колхозов, то я за, но не до такой же степени. Вот были на первых митингах Парфенов, Акунин, Углицкая, Троицкий, Собчак, Кудрин, Прохоров. А теперь где они? Может быть, профессиональной-то оппозиции надо было, как и Ане Предтече, двоеточие, я крестил вас водой, но тот, кто идет за мной, сильнее меня, и я не достоин развязать ремни обуви его. Понимаю, что обидно, но и оно, может быть, тоже было обидно, но он смог, зато и поминают его третью тысячу лет добрым словом. А кто им нужен-то? Какой севрюжины с хреном? Если мы за честную власть, то ведь за честную оппозицию, правда. В чем честность? Как не в том, чтобы не подгонять реальность под схемы? Образованы горожане. Разве не за сотрудничество с Западом? Тогда зачем нам предлагают радоваться, когда от нашего имени удальцов защищает от базы НАТО священную землю Ильича? Мы ведь, если придем к власти, от самую базу, как Путин, тоже разрешим. Полезная база и для отношений с Западом, и для побивания талибов. Полностью не прав только человек, который считает себя большим адронным коллайдером. А так даже Путин может быть иногда прав. Например, когда в Думе срезал коммуниста, который дозысковал по советскому поголовью скота, поголовья было, а мяса не было. Ну прав же, давайте так скажем. Тут прав, а тут нет. А не то, что раз против Путина, то и молодец. А что фигню несет, неважно. А то вокруг меня уже бегают 20-летние, которые уверены, что в СССР было все, как сейчас, только для всех и бесплатно. Оно может для борьбы с режимом полезно, но тогда давайте еще для привлечения сторонников вместо повышения пенсионного возраста пообещаем достойную пенсию сразу после окончания вуза. Чего мелочиться? Аргументом. Вы попробовали сами организовать протест слишком детский. Так и чиновник может сказать, а вы попробуете сами собирать налоги или попробуете сами регулировать дорожное движение. И президент у нас раб на галерах. Никому такой трудной судьбы не пожелаешь. Те пару-тройку вещей в жизни, которые я пробовал делать, у меня получалось. Именно поэтому я могу требовать и от налоговой, и от президента, и от оппозиции, чтобы получалось и у них. Дайте Черчилля заголовок. Старую, разоблаченную, но еще при Набоковом идее, что бывают плохие, зато правильные книжки. Ведь давно проехали. Пушкин ужаснулся бы, узнав, что бывают плохие, зато правильные стихи, которые надо предпочесть хорошим. Я декабристы писали хорошо, я и без Удальцова, и других организаторов, вернее, лучше, чем они, знаю, чего хочу, а не знаю, прочитаю любимых авторов. Но если кто-то взялся делать от моего имени политику и хочет нашей поддержки, то должно быть сделано умно, здорово, талантливо, честно, не хуже, чем дизайн Apple, интерьеры Филиппа Старка, стихи Бродского, проповеди Антона Сурышского, здания Миса Ванда Роя и песни Гребенчакова. Пусть каждый поставит свое, не опуская планки. Где наш Перикол? Где наш Демосфен? Где наш арестит Черчилль, Авраам Линкольн, Мартен Лютер Кинг, кто дал право противникам Путина, ораторам, организаторам митинга, быть не Черчиллями? Раз Путин плохой, мы и так сойдем. В царство сеней сойдете. Это аудитории Путина все равно, кто на их митингах сгоняет, завозит и высылает почтой России. А нам не все равно, нам Черчилль нужен. Или Перикол, как минимум, качественно оказанная политическая услуга. А что потребительское отношение, вместо того, чтобы умереть за идею, так это обратная сторона требовательности, благодаря которой мы не воспринимаем пустую путинскую риторику. Пустую путинскую не воспринимаем и пустую антипутинскую. Та же не станем. Разборчивость и трезвость, а не умение драться. Сильные стороны этой аудитории. Если их убрать, соль потеряет силу. А если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Так что разве выбросить ее вон? Вот так рассуждают. А еще рассуждают о том, что употребили для будущей дружбы Медведева и Путина. А еще Ксения Собчак кричит, обращаясь к тем, кто в Кремле. Я боюсь революции. Я не хочу революции. Я никоим образом не хочу революции. Но я хочу, чтобы власть создала перестройку. Два ужасных сценария. Вечная власть Путина и революция. Вчера я приняла очень непростое решение для себя. Первый раз 24 декабря. Я не пойду на митинг. Приняла решение. Скажу откровенно, так как знала заранее, что основная цель – стояние на мосту, сидячая за мостовка. Если бы не знала, пошла. Я мирный, мирный оппозиционер. Она же говорит о том, что нужны подвиги. Люковский отработал по полной программе. И потом опять стал призывать всех бороться. Разберемся, как это делается. Вот он поливает патриарха. Кстати, когда он поливает патриарха, он все время говорит, что он аналитик. И называет одну правильную фразу. Что Березовский когда-то сказал, что Путину надо передать всю полноту власти в РФ, Комитет национального спасения, в ГУС патриархом Гундяевым. Гундяев, видимо, не захотел соответствовать Белковскому и Березовскому. Может, за это его и поливают. Я уже говорил, что церковь – это вообще церковь. Никогда никто не дождется от меня ни одного плохого слова в адрес верующих, в адрес тех, кто имеет ценности и моральные нормы. Люди – это люди. В криминализованном обществе все может быть сильно криминализовано и сильно двигаться по определенной траектории. Но то, что никто не начнет никакую информационную кампанию просто потому, что ухватил какую-то нехорошую бяку и эту бяку будет раскручивать, а начнет информационную кампанию просто только тогда, когда будет знать, что некий дядя повел себя неверно и заказан на поношение или, так сказать, должен быть снят что-нибудь еще по тем или иным причинам. Вот это я знаю точно. Криминала так много, бяк так много, что их поднимают или не поднимают только тогда, когда это нужно. Если звезды сжигают, значит, это кому-то нужно. И, может быть, это нужно тем, кто обозбился на патриарха, которого Белковский называет бандиаев, за то, что он не согласился с предложением Березовского. Это моя гипотеза. Я просто хочу же как-то оправдать то, что Белковский называет себя аналитиком. Почему он аналитик? Я не знаю. Вот он писал о Медведеве. Медведев будет реальным президентом, а не марионеткой Путина. Какое-то время в обществе будет поддерживаться миф о Путине. Уже через год после выбора всем станет понятно, что никакой реальной власти в его руках нет. Это Белковский написал, или Белковский? Это его текст. Павловский, Энн Белковский. Пусть Медведев консулы. Новый регион, 2008 год. Написали? Не писали. И что теперь? Белковский много написал о Медведеве. Он написал, что Медведев гораздо лучше Путина, гораздо более сильный человек. И что он именно и придет к власти. Он аналитик? Но бог с ним, аналитик он или нет? Вот он сейчас там кричит, говорит, что Россия ногами и головами участников болотных площадей будет спасена. Да? А перед этим он же, этот же самый Белковский, написал «Марш отсюда!» Майские праздники предлагаю провести на природе. Одна из статей на том, что мы победим на Болотной и Сахарова и будем ногами стоящих там, так сказать, спасать Россию и свергать власть, написана 12-го в московском комиссаборце, а статья о том, что марш отсюда, написана 27 апреля. Никакой разницы между этими. В статье 27 апреля написана «На этой оптимистической ноте хочу сказать, уважаемые дамы и чуваки, давайте на майские праздники все отвалим на дачу». Это самое правильное политическое решение. В статье о 12 мая сказано «Руками, ногами и головами участников болотных площадей бог даст победим». Какая связь между этими двумя статями? Политическое, нравственное и любая другая. Я не говорю об аналитической, согласно которой сначала сказано, что победит медведя, а потом это все отбрасывает. Итак, давайте все-таки вернемся к тому, с чего начали. С болотно-Сахаровского протеста и его новой фазы. В чем новизна фазы, все видят. На предыдущей фазе протест был подчеркнут и мирным, а теперь нет. Он приобрел насильственный характер. И что бы, кто бы ни говорил, перевод протеста в эту фазу осуществили лидеры оппозиции. Можно спорить о том, поддержала ли полиция их инициативу, продиктовала ли эту инициативу какая-то сила, стоящая за оппозиционерами, мировая, за кулисой, реальный Запад, наши финансовые элиты, наши спецслужбы, неважно. Но то, что именно по вине оппозиции, по ее инициативе, протест приобрел насильственный характер, очевидно, как очевидно и то, что всего подобного метафорфоза нас ждут новые сюрпризы. Ксения Собчак говорила, я знала, что будет насильственно, и не пришла. Белковский сказал, чуваки и дамы, давайте на дачу. И так далее. Все все знали. Теперь, чего же они добиваются? Вот господин Михаил Ростовский, который пишет довольно небессмысленную статью «Война со здравым смыслом. Есть ли способ остановить российский политический кризис?» С одной стороны, заполняет текст какими-то довольно меткими замечаниями, а с другой стороны, рыдает над здравым смыслом, которого просто не бывает в политике. Здравый смысл – не сфера политики. В политике всегда действует страсть, всегда действует энергия. Эта энергия может иметь разное качество. Диалектическая логика и формальная слишком сильно расходятся. Истина страстей и правдоподобие чувств. Говорю Пушкин. Итак, возникла новая фаза. На этой фазе протест обрел насильственный характер. Этого хотели, этого добивались. В этом была задача оппозиции, она ее выполнила. Теперь Гельман говорит, вот этого цитирует Ростовский, что какие две опасности главные. Самая главная попытка революции в нашей стране, это попытки опасных для общества ничего хорошего не приведут. А второе – власть. Ну и что? Ксения Собчак говорит, тогда перестройка. На Ростовский ей справедливо возражают, что перестройка – это Горбачев. Наслабишь гайку под давлением, гайка вообще слетит с резьбы. Так что хотят-то? Если и революция плоха, и власть плоха, то что надо-то? Две опасности, говорит Гельман, попытки революции и власть. Ну и что? Две опасности – жизнь и смерть. А что нужно? Анабиоз? И кто хороший? Если власть плохая, революция плохая, кто хороший? Кто субъект протестного действия? У того субъекта есть классовая природа? У него есть вообще какая-то природа? Кто-нибудь может мне сказать, в чем природа произошедших событий? Каков их генезис? Какова классовая база? Как будет развиваться эта классовая база? Каков внешний заказ? Каков внутренний заказ? Куда это все движется? В каком это находится соотношении желанием изменить страну и разрушить страну? Ну, об этом-то можно ли сказать что-нибудь? Динамика какая утекает из природы произошедшего? Прогноз, какое развитие событий? Вот я говорю, примерно через 8 месяцев, а может быть и раньше, дело это начнет накаляться всерьез. И некая поклонная гора уже ничего не спасет. Там пойдет другая песня с другими словами. Потом, возможно, это и схлынет. Для того, чтобы в очередной раз радикализоваться окончательно. И это же естественно. Требования не выполняются, а энергия прет. Значит, немытьевым таккатанием, хотели по-мирному, не хочешь по-мирному, не хочешь оранжевую, получай кровавую. Есть для этого энергия внутри. И есть внешний заказчик. Соединение этих двух сил значит, что это остывать не будет. Оно не может остывать. Есть внешний мировой процесс. Есть внутренняя диалектика. Они накладываются друг на друга. Значит, это будет волнами нарастать. Волнами. Что касается Медведева, то он мирно жил 4 года. И с удовольствием мирно бы прожил 6 лет. Но ему не дадут. Сила, складывающаяся вокруг Медведева, у Медведева, совершенно разные величины. Эта сила оформляется. Она носит суперклановый характер. Она интегрирует 5-6 уровней насквозь. От улицы до правительства. И такая сила, будучи сформированной, в эксцессной ситуации, обязательно двинется. А поскольку Путину деваться некуда, он перешел в Рубикон, то будет ответ. После этого возникнет новая конфигурация. Потом в ответ на эту новую конфигурацию будет еще один ответ. Все кончилось с точки зрения застоя, мира и всего прочего. Мы предупреждали об этом. Нам говорят, да ладно вам, понты кидайте, пугаете всех оранжевой революцией. Вот избрали Путина. И все стихло. Еще стихло. Небессмысленная параллель проводится Ростовским между нами и Западом. Он пишет, в марте, а именно 26-27 марта 2011 года, от 250 до 500 тысяч человек протестовали в Лондоне против правительственной политики сокращения расходов на социальные нужды. Среди протестующих нашлось около 500 сторонников прямого действия. Они вступили в драку с полицией и стали бить витрины на центральной Трафаргатской площади и беспорядки продолжались всю ночь. Но, говорит Ростовский, в Англии это судили все и правительство, и оппозиция. А у нас, говорит Ростовский, 6 мая оппозиция не готовит по поводу полицейской жестокости со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы увидели лицо власти, теперь вы понимаете, что он понимает только язык силы. Давайте говорить на этом языке. Он прав. Он о чем говорит? Что насильственные действия имеют широкую питающую среду. И эта среда будет разрастаться. Поэтому в насилии будет принимать участие все большее количество людей. И техника этого насилия будет совершенствоваться. А американцы и все прочие будут прибавлять к этому все удовольствия. От Северного Кавказа и Юга Талибского, откуда они уходят, до отдельных регионов. С шарпом пролетели. Вот был этот шарп, была игра, в которой по одну сторону должен был быть весь народ. То есть болотный сахар. А другой тираническая власть. Но слабая. Мирный народ должен был втыкать цветочки в дола всяких автоматов и пулеметов. Осыпать лепестками полицейских. Полицейские должны были устыдиться, уйти, а мирный народ должен был зайти и начать чинить суд и расправу, как это делал в других странах. Пролетели из-за поклонной и всего прочего. Ненавидят то, что пролетели. Дико. Но если пролетели с этим сценарием и понимают, что все, что сколько невой на тех, кто является именно оппозиционными твоими противниками, эти оппозиционные противники все равно есть, и монополистом улицы ты никогда не будешь, но так тогда надо стать монополистом в чем-то другом. Сначала в простом, элементарном насилии, потом в более сложном. И так, теперь разберабатывается полноценный насильственный сценарий типа румынского. и там тоже надо понимать, что главное. Им для насилия ни хулиганья, ни националистов, ни немногих интеллигентов, готовых камешки бросать недостаточно против ОМОНа. Им другое надо нанимать. Другое. А это другое. Когда она включится, она и будет действовать до конца. Дальше Ростовский заявляет странную вещь для меня. Перед этим я с ним согласен по поводу его параллели, а здесь я не понимаю, что он говорит. В обществе всегда есть абсолютное большинство людей, желающих спокойной, достойной, безопасной жизни, и меньшинство, которое ловит кайф от драки за великую идею просто так. Выигрывало сейчас это меньшинство. Большинство же провластное или позиционное проиграло. Я не понимаю, что такое. А как совершаются революции? А что происходит в гражданских войнах? Там тоже все время все играет меньшинство, а большинство все время спит. Наступает момент, когда чаша с краями полна, когда в процессы включается большинство. Это не значит, что все большинство 100 миллионов никогда не выйдет на улицу. Но если выходят на улицу люди, а большинство не хочет, чтобы оно вышло, то оно выходит на другую улицу и говорит «Отзыньте от нас». И так это и было напоконно. Кстати, там это было так, потому что я-то никогда не считал себя противником революции как таковой. Я просто очень сильно отделяю революцию от смуты перестроечной. И считаю, что это диаметрально противоположные вещи. Но много людей было вообще против любой подвижки. Хотели стабильности и все. И это их право. Это их точка зрения. Теперь Ростовский цитирует близкого к ВПК крупного российского чиновника. Это очень интересная цитата. Путина сейчас пытаются отделить от активной части населения, заметьте, активной части населения, хорош чиновник, да? Активная это болотная. Сдвинуть в сторону левого электората, который, разумеется, пассивен. Если это получится, то у Путина, говорит чиновник из ВПК, нет будущего. Поэтому заверяю вас, добиться, что Путин обидится на образованную часть общества не удастся, заявил мне близкий к ВПК крупный российский чиновник первого лета 2012 года. Это и есть формула дружбы Медведева и Путина, на которую так обижались, там, цитирую мной, Якушев, как же это так? Если представители ВПК называют это активной частью населения, противопоставляя ему левый электорат, там та же формула, анчоусы, дельфины, если они считают, что у Путина вместе с этим большинством нет будущего, слово обидеться отбросим, что Путин опираться будет опять на эту часть общества, которая его возненавидела и которая продемонстрировала, насколько она его ненавидит, то кто такой этот Путин? Он же не сумасшедший? Ему говорят, да-да, он сумасшедший, будет именно так. Ну и как теперь господин чиновник из ВПК с этим образованным слоем? Путин опять будет на него опираться, пока образованный слой не обзаведется ножиками, а потом чем-нибудь покруче? Что это за образованный слой? Вот этот консюмериат, который нес хрень по поводу того, что ему нужны качественные услуги, на него надо опереться? На него в чем можно опереться? Цитата из Ксении Собчак «Единственный способ избежать нарастания радикализации – перестройка. Если власть не осознает, людей с белыми лентами заменят вооруженные люди». А если осознает, то просто сдастся, да? Ну, чем кончилась перестройка? нежелающие агрессии представители поколения Собчак согласны поддержать власть только в обмен на уступки в виде срочных широкомасштабных реформ. А если будут эти уступки, то к чему они приведут? Что власти станет меньше, потом еще меньше, потом еще меньше, она рухнет вместе со страной. Опять Ростовский цитирует высокопоставленное лицо, связанное с ВПК. Политика власти будет такой, стабильное развитие при постепенном отпускании вожжей во всех областях. Но эти отпускания будут очень медленными и постепенными. И чего? Колесницу-то уже несет? О чем сейчас идет речь, об отпускании вожжей или об их натягивании? И как их надо натянуть, чтобы потом отпустить и не понесло-то? Мы хоть понимаем, что произошло у нас на глазах? Вернись в Россию о здравый смысл, говорит ростовский. Не здравый смысл вернется в Россию, а либо настоящая державная страсть, связанная с этим большинством, назовите его как угодно, либо патриотическим, патриотическо-протестным или любым другим, либо перестроечная мерзость со всеми теми гадостями, которые я так подробно цитировал. И вот это либо и либо это есть жизнь и смерть. Хотите жить медленно, спокойно, корректно, достойно, настойчиво, самоотверженно, формируйте подлинную лево-патриотическую оппозицию. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Терпеливо, спокойно и не отчаиваясь. Вопреки всему этому лаю, потому что лаят-то на вас именно за то, что вы это делаете. Вопреки всей окружающей вас гнусности. Делайте это по-крупному. У вас осталось совсем немного времени. В противном случае весь этот гной, вся эта пакость, вся эта черная жижа захлестнет вас, ваших детей, внуков, погубит мертвых и живых, осквернит все, что только можно. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов назначил новое шествие оппозиции на день России 12 июня. Я надеюсь, что меня правильно поняли. И поняв, сделают правильный вывод. До следующей передачи. и до встречи в СССР. Редактор субтитров Леонеза Корректор Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...